добрый вечер девочки надеемся что сейчас у нас все заработает и мы сможем с вами начать наш вебинар который будет нашу посиделку которая сегодня надеюсь закончит жилетку по которой получили очень много очень много как называется заготовки я в радости большую у меня тут все компьютеры заработали поэтому даже уже не знаю в каком месте чего отключать проверим напишите хорошо ли нас видно ли слышно мы себя на странице вебинаров хорошо видим по поводу слышно слышно я слышала здесь вот из наушников поэтому как бы тоже передач поэтому давайте если слышно то муж будем начинать значит у нас сегодня традиционная встреча которая иногда проходит по вторникам иногда посреди с посредом наталья и это наши креативные посиделки которые заключаются в том что мы вяжем из квадратов и у меня уже даже мысль такая возникла что надо бы бренд за такой запатентован квадрат не красный потому что как только я придумал какую-то модель и что-то такое там под углом надо же говорить нет 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 квадрат вот прям зверь такой страшный за квадрат квадрат в общем поэтому квадрат не красный наверное будет все таки надо будет бренд запатентован на самом деле мы уже знаем что вся традиционная одежда она первоначально была из прямоугольников поэтому то что мы с вами вяжем это одежда которая очень носибельно и вот мне постоянно присылают одежки которые мы вязали на кукол думая что ну как вот поучились потренировались присылают на детях почему красиво почему потому что потому что вот эти квадратики с защипами превращаются в обычную одежду которая чуть-чуть где-то в одном месте широковато где-то где-то по фигуре то есть это это простое моделирование получается и поэтому то что мы делаем это одежда которую действительно можно носить и мы даем основу это то на что вы уже потом как говорится узор и цветы накладываете кстати очень хорошо накладывать очень хорошо позитивная одежда такие нарядные детки получаются очень нравится да мы с вами экономите на цвете потому что так как мы уже все таки обучаем уже больше трех лет у нас 12 марта было три года как мы этому делу посвящаем все свое время и и не свое время и ущерб всего другого и мы заметили что те кто к нам приходит первоначально очень бедно мыслят цветами вот как вот так вот скажем то есть одежда мрачных тонов монохромная второй цвет вообще как бы очень боятся вводить именно поэтому мы делаем вот все такое разноцветное яркое чтобы поняли что на самом деле свет это не так страшно на детей это просто необходимо да то есть может быть своей одежде не нужно вот такую колористику разводить но деткам детка деток все-таки не надо одевать в однотонные потому что очень многие приобретают вязальные машины именно в расчете на то что машина будет вязать узоры и вот этими узорами там кошками или еще чем-то черное на сером серое на черном закатывают как это заткут затыкают заполняют заполняют все поле и получается вот ну красиво и да но машины связаны мертвые эти узоры однотонно повторяющиеся не на это очень красиво фантазия есть но все-таки машина фантазия твоей машины да или перфокарты вот мы все-таки стараемся чтобы вы начали чувствовать цвет вот мы живем в питере у нас в питере как это 360 дней это мрачная мрачная темное серое свинцовое небо и поэтому если мы сами не будем себе вот эти цвета вокруг себя ну как бы вот видеть и внедрять их специально вот такими же будем мрачными свинцовыми как это небо и причем самое интересное что не обязательно даже эту одежду на ком-то видеть если ты на себя одеваешь вот вот такое чувство как будто ты внутрь принимаешь какое-то лекарство red bull выпил и окрылился то есть даже не не видя себя со стороны все равно же воспринимать себя а я могу даже предположить почему потому что люди на тебя смотрят и ты в лучах это и этого внимания начинаешь себя совершенно по-другому ощущать да потому что люди с удивлением смотрят ой надо же как человек какой яркий заметный и вовсе не надо взять на вот вала в пунцово я иногда смотрю но просто до комизма доходит идет женщина у нее все красное сумка красная одного тона сапоги это пальто красное перчатки красный шарф красный и телефон красный вот вот она вся красная все в разных тонах где-то с холодным цветом где-то теплое и в оранжевый куда-то ну это вообще просто и чего это некрасиво ты смотришь на нее да она привлекла внимание но радости от созерцания и и не не получается ну чего у нас я надеюсь что все собрались и мы можем сейчас приступить к доработке нашей второй части напомню правило посиделок вы присутствуете а я как обычно забыла представить я светлана амельян я наталья некрасова и мы соавторы сайта изба визуально где мы обучаем стремительному освоению визуальной машины с нуля с нуля это самое здесь главное слово потому что если освоение потому что потому что действительно очень многие приходят к нам попав случайно узнав что где-то там увидев какое-то наше изделие забегают на огонек и потом начинают покупать машину меня поначалу это страшно удивляло что люди вот так поверили но я понимаю что имея тут то количество учеников которые за нами уже идут следом и вяжут можно поверить что вы тоже научитесь и один из наших лозунгов с нами у вас все получится ну а второй наш лозунг вяжите на том что у вас есть не надо покупать машину очень дорогую новую не надо мы научим вас на том что есть дорогая новая машина но у нас просит купить старую не волк сейчас вот и поэтому первое правило наших посиделок заключается в том что вы присутствуете здесь абсолютно бесплатно наши посиделки они бесплатны однако если вы хотите увидеть урок какой-то который вам понравился из отчетов наших учеников эти уроки можно только приобрести сумма символическая 100 рублей за одну посиделку двухчасовую если мы вяжем изделие два часа три часа два урока три урока то соответственно каждая из вот этих частей стоит 100 рублей поэтому вот например сарафан мы вязали сарафан стоит 300 рублей песочник которым мы будем проводить конкурс в четверг он стоит 200 рублей жилиточка вот это она у нас тоже будет 200 рублей потому что мы и вяжем за два урока я если вы опоздали потому что мне вот те кто часто у нас ходит на посиделки они очень боятся пропустить и пишут не смогу прийти вышлите вышлите заранее так еще не произошла но вы не вышлите мне вышлите да я высылаю всем у кого нету долгов то есть если вы у меня попросили посиделочный урок в течение суток после того как он произошел то есть всю среду завтра до 7 часов вы можете если вам понравится жилетка попросить чтобы я вам выслала вот эту часть которая у нас была я вам ее высылаю бесплатно но с обязательством чтобы жилетку свяжите если у вас нет первой части ваши проблемы значит вы покупаете за 100 рублей либо придумывайте сами и просто довязывайте ту часть которая у нас была то есть посиделки бесплатные в текущем режиме в живом в записи они уже будут платные но если вы у меня попросили урок но не прислали по нему отчет то я фиксирую в специальном журнале и я или наш помощница мы отвечаем отмечаем было сдано задание либо не было сдано если оно не сдано то присутствовать в бесплатно можете мы не ограничиваем пожалуйста но просьбу прислать какую-то часть мы уже не вам не отсылаем пока вы не сдадите то что выбрали потому что вот у меня по носочкам висят по чему только там не висят видимо ходят смотрят живую без записи на самом деле это очень затратно проще один раз сдать и вы жить без долгов поэтому вы сами смотрите мы никого не заставляем вязать бежите с нами бежите лучше нас но есть правило от которых мы не будем отступать потому что машинное вязание это сплошные правила именно поэтому мы стараемся вас приучить к тому что любое отступление от правил она может быть не только креативом она может быть и наказуемо поэтому мы у вас ограничиваем такие рамки в которых креатив будет допустим ну а теперь переходим всех напугала да я беру на себя обязательства перед высшими силами научить вас вязать и учу теми способами которые мне доступны вот сопли вытирать не будем будем пинать подгонять но вязать вы будете и будет кто хочет тот будет кто будет да потому что мы сейчас уже даже пригласили помощниц потому что не успеваем отвечать на письма столько много всевозможных вопросов и всего что просто не успеваем сами сделать и вопросы поступают действительно очень интересно иногда те кто уже у нас на восьмом на девятом курсе такие заковыристые модели там придумывают на 8 9 курс мы отвечаем сами нет на 8 9 я им веду что поэтому и взяли помощницу чтобы помогать нам разгребать с теми у кого вопросов нет либо вопросы простые как купить как заплатить а вот с теми кто постарше там уже приходится с моделированием действительно повозиться почему потому что мы несем ответственность за то что мы научили человека но чего то он не знает и если мы это знаем мы вам поможем если наших силах мы вам поможем сделаем все чтобы вы вязали и получали от этого удовольствие ну в прошлый раз мы связали вот эту заготовочку она у нас по принципу квадрат не красовый а теперь мы продолжаем да сейчас мы будем квадрат превращать в жилеточку вот мы изначально хотели сделать косы я скажу мы когда обсуждали мы хотели бы здесь вот по вот этим планочкам вот здесь делать косы но потом решили что нет все таки мы оставим это на креатив и только один человек у нас связал с косами причем косы были не не косыми а фангами да получилось очень здорово креативно девочки симпатично поэтому придумывайте свое мы вам даем основу одно дело когда вы повторяете сейчас во время урока там да там только отработка абы как сделано но когда вы вяжете уже полноценное изделие по готовым урокам и спокойной обстановке пожалуйста применяйте все свои знания которые у вас есть любые узоры защипы пускай это будет не квадрат это будет только привет можно фанги можно все что угодно и полосочки мы мы используем полосочки для чего для того чтобы показать что вот примитивный узорчик просто примитивный он будет очень хорошо смотреться как у меня если вам известно имя андрея парабеллова это человек который обучает бизнес в интернете вот он говорит что написанный текст лучше не написанного поэтому просто полосочки лучше там где без полосочек вот примерно также у нас пошли все начинаем вязать берем так не машинки сначала мы немножко с вами порисуем и посчитать вот наше с вами изделие сейчас мы начнем его доделывать так клубочки доделывать можно этими же цветами но мы решили что введем еще один цвет такой ядреный желтый я не знаю видно что он очень очень яркий любые любые цветовые решения пожалуйста применяйте из тех какие у вас есть какое есть желание так мы помните с вами делали квадратик и здесь сразу возникает несколько вариантов но мы будем делать именно квадратами по простому потому что если сделать какие-то сложные здесь вставки то это будет уже не квадраты это будет уже сложный расчет мы идем по минимальным затратам будем делать квадрат так вот берем так я естественно оставила калькулятор сейчас сейчас принесу у нас видите складываем ровненько нашу жилетку из можно загнуть эти вот рыжие части и смотрим сколько у нас не хватает ширины для того чтобы заполнить вот этот вот вот это пространство пространстве у нас ну пять с половиной сантиметров четко поэтому записываем мне нужно 5 с половиной сантиметров на и смотрю сколько это горловина как вы понимаете то есть нужно такое количество здесь оставить чтобы спокойно пролезала голова но и жилетка не надевается же на голое тело там или рубашка которая будет расстегнута или бадлон или еще какая-то одежда которая должна нас в этот вырез торчать поэтому ну вот голова большая у кукла это вот так вот да вот этого расстояния сделаем на 11 сантиметров пять с половиной это петли 11 это ряды вот вот такой вот прямоугольник мы с вами должны связать 11 на 5 с половиной берем наш расчет две с половиной петли на 4 1 ряда это то что мы делали в прошлый раз и считаем размер прямоугольник так калькулятор 2 с половиной петли умножаем на пять с половиной получается 13 7 14 петелек и 11 сантиметров умножаем на 4 и 1 здесь 4 1 равно 45 рядов вот такую вот конструкцию мы с вами должны связать это наша первая деталь которую мы с вами будем доделать деталь будет с подгибчиком потому что вот здесь вот сразу начнем с того что свяжем подгиб вы наверно помните что помните или или знаете что когда мы вяжем подгиб он двойной считаем только одну сторону то есть мы подгиб будем делать небольшой в принципе можно и вот такой вот такой ширины но уж лучше да одинаковые сделать и чтобы не париться думаешь одинаково 20 рядов значит значит 20 рядов не можно сделать если желтым ширину полоски желтый там сколько два сантиметра 4 2 2 2 2 4 да не можно просто сделать его тоже полосатым чтобы не видно было например чтобы как тельняшка смотрелась и не видно было что это подгибчик ну так я хотела цвета цветами то есть мы смотрим что у нас подгиб здесь изделие рождается рядом с вами да вот прямо тут же ничего нет заготовок да заготовок у нас вообще нет все все просто прямо вот на живую нитку у нас подгиб потому что мы не боимся что не получится а почему мы не боимся потому что вяжем распускаем и это основной наш принцип потому что есть какой-то опыт и нет страха нет у нас опыт основанный на том что мы не боимся распустить вот те кто боится сделать ошибку они сидят и боятся а мы не боимся что-нибудь все равно получится причем по опыту получается всегда и хорошо так у нас подгибчик был помните мы вот такие конструкции рисовали 20 рядов так или это не 20 рядов наверное 20 рядов я уже честно говоря сейчас смотрю сколько тут рядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 да 10 и 10 прекрасно у нас получается каждый ряд по 10 рядов нижний будет 5 или 15 это не важно потому что там все равно будет все закрыто практически поэтому делаем по 10 рядов 20 это пополам 10 10 10 вот таким образом набираем 45 последний будет либо 15 либо 5 это уже не важно вот такими полосочками разбиваем учтите что первая полосочка у нас не 10 рядов а 20 потому что она загнется можно конечно вязать и и оксана говорит 20 у меня записано 20 хорошо что записано потому что я тут записала но очень коряво ты уходила я все выкину но стоит отвернуться все уже где то да можно вязать вдоль можно поперек мы вяжем так чтобы был сверху подгиб все берем машину заготовка пока больше не нужна и девочки совет кто у меня мастер группе учится те знают все свои полноценные расчеты полноценные выкройки не выбрасывайте будете вязать через какое-то время пригодится а вот Марина Сапарова пишет а горловина 18 где горловина там 18 ну они у тебя по разной ширине ну давайте 18 по 9 45 на 9 как раз делится в общем то да в общем то да так так включим щечек ну слушай так вот мы электроны так и не поставили да я его не привезла я тебя спросила что у меня вон полный шкаф щечек вместо того чтобы кофе пить зато мы с тобой чаю попили да можно было щечек да когда мы с тобой видимся то да только на вязании и видимся да видите вот у нас свои особенности вязания так убираю шнур ай-яй-яй давай потянуть чуть-чуть так вот здесь будем вязать и я буду простым обвивом делать вы делаете так как вам удобно потому что машина с нитеводом и с грузиками требуют вспомогательной нитки поэтому ориентируйтесь на особенности своей машины и девочки был такой прецедент когда повторяя за мной девчонки с машинами нитеводными повторяли дословно и делали все как на НИВЕ-2 если у нас кто-то присоединяется новенький они могут не знать что есть машина с ручной прокладкой как у меня а есть машина с нитеводом вот так вот машина с нитеводом разницу мы рассказываем у нас на мастер-группе здесь поскольку у нас не уроки вязания это не уроки машинного вязания это уроки креативы и ничего больше потому что уроки машинного вязания у нас проходят в мастер-группе подробно здесь мы просто я просто думаю что надо сказать что если вы с машинкой еще как бы на вы и издалека и с поклонами и с реверансами то мастер-группа, хотя бы вводный курс, это то, что расставит по полочкам все те знания, которые у вас есть, и заполнит пробелы. И вы начнете различать, что вам Наташа показывает, и как это применить к своей вязальной машине. То есть вводный курс – это мы рекомендуем всем, кто только-только делает первые шаги, в особенности первые шаги. Но и те, кто долго вяжет, они тоже проходят с большой пользой. Поэтому всех приглашаем. Так, 14, насколько я помню, по расчету. 14 на 45. И действительно, 45 на 9 – это сколько? 5. Если делить. Да. Можно… Если множек, не знаю. Нет. Такие сложные вещи я тебе спрашивать не буду. Логарифм от 5, да, спроси меня. Да, спрашиваю логарифм от 5, хотя это было так давно, что я уже даже не помню, что такое логарифм. Мне так это стыдно, но нет у меня математических способностей. Хорошо, это хорошо. У меня ребенок подходит к обучению уже этих логарифмов. Я с ужасом, благо этим занимаюсь не я, математикой. А у папы у нас терпения хватает пока еще. А я репетитор наняла, потому что у меня терпения не хватило. Ни у папы, ни у меня терпения не хватило. Поэтому мы перенажили на репетитора. И так хорошо. Тишина такая, там считают чего-то. В доме мир покой. Мне очень нравится, когда... Девушки, не беритесь за то, что у меня сдаете. Если вам это не пригодится в дальнейшем. Не надо повторно изучать логарифмы. Нервов не хватит, да. Не хватит. Это страшное дело. Так, вяжем. Ну, раз уж по 9, давайте 18 рядов. Потому что это подгиб пополам. Все-таки заниматься надо своим. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Ну, так и слава богу, останутся одни спокойные. Вот. Спокойные погибают первыми в нервном бою. Нервные же погибают, а спокойные остаются. Раз, два. Раз, два, три. Чего-то. Шесть, четыре. Пять. Сейчас, вот здесь. А ты машину так не прикрепила? Нет, конечно, она не ездит. Просто вот ты когда вот так показываешь, что все думают, что так вот и надо. Не прикрепляют. Нет, так не надо. Я машинку не прикрепляю, потому что, когда я ее ставлю с края, плохо видно. Это не халява. Я на уроках... Просто объясняй, потому что девочки повторяют, вот точно так, как с нитеводом, они этими утюгами проводят. Машину надо прикреплять. Я не прикрепляю машину по двум причинам. Во-первых, сложно настроить камеру, когда она стоит на краю. То есть вы видите невязание, я не могу вам вот такое показать. У нас вы видите пол и, извиняюсь, мои ноги. А вовсе невязание. То есть это не совсем тот ракурс, который нужно показывать на уроках. Это первое. И второе. Мне постоянно приходится, вместо того, чтобы двигать камеру, в которой я хожу, что стоит, мне проще подвинуть машинку. Ну, это вот нюансы именно... Нет, но все равно можно это сказать, потому что думают, что машинку не надо прикреплять. Особенно машины с нитеводами. Там категорично прикрепляете. Особенно дорогие машины, Silver, Brother, они даже и без разговора крепятся обязательно. Да и пятерка тоже не будет ездить. Лучше... А ты подгибчик взяла без этого? Я думала, что ты подгибчик сделаешь полосатеньким, а ты его просто... А я всех делаю полосатым, на одну длину уж... Делаем всех по 9 рядов. То есть, а давай там через 2 ряда сделаем полосочки на этом? Давай. А что мы тогда считали 9 рядов? А я же не слышала, чего считать. Я же вязать-то не умею. Все же знают, что я вязать-то не умею. Поэтому я... Ну, ладно, мы делали ядреный, желтый такой, подгиб, а основное тело сделаем так-то полосатым. Берем наш зелено-желтый. Зеленый берем для того, чтобы хоть как-то перекликалось. Потому что если делать зелено-оранжевым, оно будет все-таки, наверное... Не, не, будет бледно. Очень бледно. Чего-то не хватает вот в таком сочетании. Нужно ввести еще какой-то... Не, на самом деле оно вполне могло хватить. Можно было сделать фангами. И сделать этими ячеечками, такими квадратиками. Ячеечками. Это все, что угодно. Все, что угодно. Не будем тратить время, сделаем полосочку. Наша задача всего лишь показать жилетку. А оформление вот этими желтчиками, фангами, это уже на ваше усмотрение. Мы очень приветствуем вот такое вот дополнительное оформление, скажем так. Потому что у нас, по большому счету, это модель, схема дается. Я вот раньше не понимала, что такое схема. И когда встречала, что вот есть какая-то схема, а вы там дальше сами. Я тоже не могла понять, что это такое. И вот сейчас, когда мы сами это делаем, я понимаю сложности тех, кто смотрит. Им кажется, что это единственно возможный вариант. Но на самом деле это действительно основа, которую вы можете разукрасить всевозможными... Это как книжка-раскраска. Да, книжка-раскраска. Выскажите, что хотите. Кстати, у нас будет конкурс по жилетке. Будет. И конкурс этот будет через неделю. То есть мы, чтобы все успели его довязать, оформить. И конкурс будет на получение скидки тем, кто учится в мастер-группе. Получение скидки 30% дополнительно к тому, что вы получаете за сданные отчеты уроки. Если же человек у нас не из мастер-группы, то он бесплатно получает любой урок из прошедших мастер-классов. То есть жилетка, носочки, патриотические носки у нас тоже были. Либо это пледик с фактурными... Как они называются? С соединениями. То есть это все можно увидеть у нас в фотоальбомах мастер-группы. Но конкурс будет среди только участников нашей группы ВКонтакте. Почему? Для того, чтобы не привлекали родственников, знакомых. Потому что это все-таки нечестно. Не честно, да. Те, кто не вяжет, вы сами смотрите чужие работы и выделяете нравится, не нравится. Ну, разумеется, те, кто сами вяжут, они, конечно, за своим будут, скорее всего, голосовать. Ну, собственно, сейчас мы вяжем 45 рядов полосочками. А что, по посиделкам надо в натуральную величину или можно на куклу? Девочки, так мы же на куклу вяжем. На куклу? Ну, конечно, можно на куклу. Это вот то, что мы вам показываем. На взрослого мужчину, конечно, будет, может быть, не очень хорошо. А на младенцев и на куклу идеально. Идеально будет. На себя, кстати, тоже можно по такому принципу вязать. Но вы посмотрите, что получается, и будете уже думать, надо вам это уйти. Ну, те, кто поопытнее, они уже знают, как это приспособить. А для новичков вяжите пока на куклу, отрабатывайте навыки. Вяжем. Вот особенность этой машинки, то, что когда кто-то говорит, я не могу вязать. Вот я сижу, жду, пока все наговорятся. Потом вяжу. Тебе сам не хочется сказать. Да, да, мне сам не хочется поговорить. На такие болтухи оказались. Вот я раньше даже и не знала в себе таких способностей. Болтать или потребностей. Потребностей, да. Потому что ты передаешь опыт благодарной публике, которой это интересно. У меня работа была молчаливая, мрачная. Ну, за долгие годы накопила. У меня тоже работа была молчаливая, мрачная. Я сидела, сайты делала. Поэтому я даже не знала, что такое голос там вообще. Не знала, что такое телефон. Менеджер по рекламе такой был. Сидел. И я занималась тем, что сайты наполняла текстами. То есть я писала хорошо. В уме я разговаривала хорошо. Да, в душе я такая мягкая и пушистая. Да, а мне смотришь, что снаружи змея. А зато внутри я такая мягкая. Да, да, да. Кроличек. Вот про нас. Вот. Не наступайте. Так, ты ловко. Как вот ты хоть это, скажи, как ты это. Есть какая-то тонкость в том, как ты перекладываешь ниточки? Это машинка с ручной прокладкой. Это ловкость дает возможность. Машинка дает мне возможность так просто перекидывать ниточку. У каждой машины свои плюсы и минусы. Вот огромный плюс вот этой машины в том, что у нее легко сменяется нить. Не надо лазить нить и вот. Не надо все время в каретку залезать и перекладывать эту нитку. Все очень просто и легко делается. Но у нее есть свои особенности, которые... Петельки хорошо сбрасывать, да? Ну, петельки она... Надо все время контролировать петельки. И когда вы вяжете длинное полотно единым цветом, постоянно вот эти вот перекладки, неопытные девчонки плохо контролируют натяжение рукой. Ну, свои нюансы есть, как везде. Ко всему надо приспособиться и все надо изучать. Поэтому, если у вас есть какая-то машинка, не меняйте ее. Вяжите на том, что есть. Вот, когда вы почувствуете настоятельную потребность что-то улучшить, тогда будете мять машину. Ради того, чтобы повторить, как мне пишут, так ловко получается, хочу такую же машину. Как будто это машина вяжет, а не я. Вел, это не в машине. Мне очень понравилось, как наша ученица Елена Путусевича написала однажды, что пришли к ней и попросили связать кофту. У тебя же машина вяжет. На что Елена сказала, ну так попросите ее, пусть она и вам свяжет тоже. Нет проблем. Да, чуть и вязать. Мне тоже всегда очень нравится. А что такого там? Так, у нас уже 38, 39, 40. Вот такая пеструшка получается. Мы эту же веточку придумали, ну и вообще, как бы, то, что мы сейчас делаем, исключительно для того, чтобы показать, что машина вязания, оно может быть, ну, тем, кто отходит от ручного, машина вязания может быть по этому же принципу. То есть мы в мастер-группе-то рассказываем, что все надо рассчитать заранее, все вот как бы, все на кончике пера, все детали рассчитываем. Это сложное изделие. Ну, сложное изделие, да. И когда сложное изделие с кривыми какими-то линиями, конечно, нужно рассчитать. А здесь мы вам показываем вариант перехода от ручного вязания к машинному. Так, сейчас все помолчат, 3 рядочка, потому что не надо делать, потом мы можем... 44, ну вот, пускай 45 будет, тоже зелененький. Так, такие нюансы. Почему она не является у меня 11 сантиметрами? Вопрос. Всего лишь 9. Нитка, что ли, другая, потоньше? Вот, такие нюансы у нас все время возникают, потому что нитки разные. Нитки были потоньше. Значит, я провязываю сейчас еще парочку. Не были, а оказались. На самом деле, это как бы один и тот. А они... Дешевые нитки имеют такую особенность. Они не обязаны быть... Понятно. Стабильными и одинаковыми. Ну, этого достаточно. Ну, чего желтым не провязала все зеленое, получается? А потому что там уже все равно взбиты ряды. Все будет закрыто. Так, закрываем. Ну, поскольку у нас там все закрыто, можно закрыть, а можно кинуть на вспомогательную нитку. Потому что мы будем надевать на открытые петли и... Ну, какая разница? Там же у тебя все равно одним ходом будет давить? Или чего? Ну, под гид мы будем вязать... Ну, что тут свозиться с этими петлями? Ну, допустим, мы это закроем. Открытые петли это все-таки уже такое-то... Ну, не то что ноу-хау, это такая тонкая работа, которая требует изящного какого-то типа яйца Фаберже. Филигрань там всякая. А тут как бы мы делаем... У тебя все швы закрыты. Дело в том, что когда мы хотим связать изделие какое-то особенное, например, без швов, или еще такое, чтобы вообще непонятно было, как оно связано, то вот тогда мы применяем открытые петли, всякие повороты внутри изделия, и трикотажный шов, которым мы зашиваем, чтобы было непонятно где. Сейчас в целях экономии времени не будем на это тратить. Так, ну и девочки, как вы увидели по примеру этой полосочки, что если у вас ниточки разной толщины, конечно, желательно делать петельную пробу на каждую ниточку. А подожди, а вот мы же полосатую вяжем, и если бы мы желтым связали, может быть, у нас бы не было, надо полосатую, наверное, вязать тогда петельную пробу. Да, если у вас нитки разной толщины, вот вы вводите новую ниточку, она у вас немножко отличается, и вы планируете вязать полосатую, естественно, то, что вы будете вязать, то и делаете для расчета. Полосатая будет вязание, значит, полосатый расчет обязательно выполняется, никак иначе. Так, теперь наша задача это все соединить. Для чего я все время машину не присоединяю, потому что как иначе это все показано. Вот наш перед, вот наш уголок, и мы должны его вот так вот присоединить к вязанию. Присоединять будем за вот эти вот петельки, которые у нас здесь вот есть. Мы их просто надеваем на машинку и закрываем. Все. Вот без изысков, без всяких сложностей. Сколько... Так, естественно. Чего еще? Булавок нет? Ну ладно. Я могу... О, булавки есть. У вас еще есть? Можно сделать просто. Вот у меня все это лежит. Вот я смотрю, сколько нужно здесь закалываю. Я смотрю, сколько нужно здесь. И закалываю. Закалываю в смысле отмечаю на основном полотне. Видите, у меня две булавки. Смотрю, что они на одном уровне находятся. Вот, выровняли. И теперь я могу... Ну, можно и вот так вот. На самом деле, поскольку все это пойдет внутрь, чтобы ничего не считать, никуда не лазить, ничего не смотреть, упрощаем себе жизнь максимально. Достаю петли. И вот тут то, что мы с вами закрывали, вот эти вот хвостики. Каждый хвостик, это петля, игла. По иголку отмечено. Просто надеваю каждую петелечку на иглу. Вот столько их и должно быть. И все эти петли прекрасно улягутся в те сантиметры, которые мы с вами намерили. Сначала мы берем ориентир, а потом к этому ориентиру уже вот эту грудку прикладываем. Минимум расчетов и максимум упрощения. Можно то же самое сделать, но очень сложно. Наша задача, наоборот, сделать попроще. Так. И смотрим. Здесь у нас вот так вот. Я должна вложить это вязание лицом внутрь. Значит, вот так оно будет лежать. Значит, вот таким вот образом я его и присоединяю. Вот, наложила, как оно должно быть лишнее. Точно лицом внутрь? Что-то мне кажется, что ты как-то неправильно. Вот, у тебя же лицо-то сюда. Так, подожди. Да, лицом наружу и лицом... Видите, вот... Вот глаз до глаз. Вот глаз до глаз, да. Сейчас бы присоединила. Значит, раз оно вот так ложится, надеваю я его, соответственно, вот таким вот образом. Изнанкой к себе. Какая ты молодец. За петельный протяжку. Подгиб надеваем... Через обе части. А ты обычно делаешь хвостик и это соединяешь. А я сейчас... Нет, я сейчас несколько, чтобы было чего натянуть, обязательно. Сначала с одной стороны закрепили, потом с другой стороны парочку петельных вот этих протяжек. И после этого уже, для того, чтобы равномерная натяжка у нас была, берем серединку. Примерно. 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 И, например, на серединку надеваем. Если у нас это полотно гораздо больше, чем основное вязание, здесь будут провисы примерно одинаковые, и мы их равномерненько вот так вот у каждой серединки берем еще серединку. Вот так вот. И после этого это абсолютно исключает неравномерное надевание и соединение полотен. Потому что если брать с одного конца, у вас с одного будет густо, с другого пусто. Это уже проверено всеми и неоднократно. Поэтому все надеваем. Не всем иглам хватает протяжек. Поэтому межпротяжки, вот эти вот межузелковые протяжки, межузелки между протяжками, их тоже надеваем на иголки. Сейчас у нас 66 человек. У тебя сколько? У тебя 65. Ну, я надеюсь, что мы получим 65 жилеточек. От жилеточек, да. Не, ну потому сколько прислали, не знаю, больше 20 точно прислали предварительных. Поэтому, видимо, как-то вот уже вошли в ритм и понравилось. Вот мне очень нравится то, что мы не рассказываем, что получится в итоге. И почему-то я сегодня от Инги получила письмо, что она говорит, такая красота получается, такая красота. Вот я, честно говоря, красоты-то пока не вижу. Я знаю, что получится. Заготовки, она вяжет, говорит, такая красота, так хочу вот довязать. Такая красота получается. То есть, представляешь, вот просто добавить такой яркий цвет и уже красота. То есть, говорит только о том, что наши ученики не привыкли к ярким цветам. То есть, они его воспринимают уже как что-то такое очень необычное. Да, девочки, этих цветных пряж столько. Вот у Натальи, она у нас переехала, теперь у нее рядом магазина нету с пряжами, поэтому она приезжает в этот магазин, где ее все знают. И там вот это, мы с ней стоим, если не пускаем, потому что, ну, такая у нас пряжа красивая. И не только акрил. Да, когда мне спрашивают, где вы берете пряжу, мне прям неудобно. Я все спрашиваю, без шейфа галантерейки. Ну, галантерейки у нас большая, хорошая. Это большой, огромный магазин, получается. Там очень много пряжи, очень много шерсти. И называть его просто галантерейкой, и мне как-то язык с трудом поднимается, язык не выворачивается. Так, просто закрываете. Вот я закрываю рыженькой, у меня здесь хвост висел, и я тем же хвостом и закрою. Можно было оставить зеленым. Можно было, да, но закрываю тем, что я ближе. Это вообще не важно, потому что рыжий тут есть, пускай это все закроется. Да. Видно, ничего не будет. Закрываете удобным способом тоже, кто как может. Вот чем хороши вот эти вот швы, они внутрь уходят, их вообще и нету. Мы когда придумывали эту жилетку, то я сначала говорила, давай мы свяжем так, чтобы поперек был, вот чтобы там и без швов. А потом я понимаю, что вот эти рассказки про то, как это без швов, да как это поперек, ну растянется на 4 занятия, на 5 занятий. Но смысла-то особого нету, потому что шов аккуратно, он убирается внутрь, и ничего такого страшного. Кто знает, тот делает это сам. Самое главное показать, что это тоже возможно. А кто не знает, тому мы только запутаем и из простого сделаем сложного. Милости просим мастер-группу. То, что мы сейчас показываем, это один из фрагментов соединения деталей, да? Да. Это один из видов швов. А на самом деле этих видов швов сколько у нас? Ой, много. Слушай, ты мне так спрашиваешь, я не подготовилась. Шесть точно есть. Я не законспектировала. Я уже и не помню, да, все. Нет, просто в каждом случае применяем какой-то свой особенный. Но если можно без этого обойтись, то без ущерба для изделия, то можно без этого обходиться. Потому что, почему так много швов? Потому что где-то нужно, чтобы жесткий был край, где-то нужно, чтобы мягкий. И где-то нужно какое-то другое свойство. Все эти свойства мы рассматриваем на втором, на первом, нет, на втором уроке второго курса. Так, закрыли веревочку. Иглы не убираем. А куда ты, а куда, иголочку надо спрятать куда-то внутрь? Иголочку? Нет, ниточку. Ниточку, пока ничего не прячу. А ты ее покажешь, как спрятать? Покажу. Так что я прятать покажу сейчас? Хорошо. У нас есть подгиб такой классный, сказочный. В него и прячем, и обрезаем лишнее. Никуда. И завязывать ничего не надо. Нет, завязала обязательно. Завязала узелок вот тут, вот обязательно. Вот, лицо к лицу получилось. Теперь делаем то же самое на второй части. У меня есть булавка. Так, надо, да? Да, сейчас. Пока я не потеряла. Смотрю. Это будет связано вот так. Поэтому аккуратно подхватываю это все. Ой-ой-ой-ой-ой. И переворачиваю. Вот, вот так это все, да. То есть предварительно все-таки это, посмотреть, что получается, а то, как, Наталья, заговоритесь и это, не туда что-нибудь пришлете. Я иногда себе глухаряно поменяю. Говорю, говорю, говорю. Ну, здесь я говорю, что самое важное, что распустить легко можно без потери качества. Вот. У меня с одной стороны булавочка, а с другой стороны я оставила две иголки. Иголки я оставила специально, вот эти вот торчащие, чтобы одинаковое количество петель было и считать ничего не надо. Вынимаем их обратно. Вот те же самые иглы, на которых я соединяла первую часть. И за протяжки, вот за самые кончики надеваем вторую часть. К ним будем присоединять наше вязание. Ну, я думаю, такие вещи особых сложностей-то не должны вызывать. Ну, к нам приходят с разными вопросами. С разными, абсолютно с разными. Вообще, сегодня, какой у тебя был вопрос? Ну, какой ты сегодня вопрос специально видео записывала? Петли. Вот, просто ученицы не понимают. Кто-то понимает одно, кто-то не понимает. Причем, мне иногда пеняют, что вот, вы что-то подробно, а что-то важное вы рассказываете неподробно. Так вот, если бы, иногда даже возникает такое желание публиковать эти вопросы. Потому что, сколько бы я ни рассказывала, все равно возникает какой-то вопрос, не предусмотреть который. Вот, казалось бы, все... Нет, ну, уже, как говорится, 200 человек прошло, и вдруг кто-то говорит, что вот совершенно непонятно. Да, и причем, раз говорится при этом, что непонятно, должно быть всем. Всем, да. Но понятно. Мне очень понравился комментарий, что они просто скромные, они постеснялись сказать. Ну, насколько я знаю, наши девочки совершенно не скромные. И в лоб высказывают все, что думают. Потому что задача стоит научиться. Не скромность тут это, мы не скромности учим. Не скромность за свои деньги, да. Мы в лязание учим. Поэтому о скромности речь не идет, просто все понятно. Пока понятно, о чем... Как только непонятно, тут вопросы летят, так что непонятно. Вот я беру половинку, а на половинку. Вот. Поэтому записать персональное видео для кого-то, это вообще не проблема. Я... Нет, ну, задача стоит, чтобы человеку было понятно. Я обязуюсь перед вами, принимаю с мастер-группу, обязуюсь научить вязать. Ваша задача работать, учиться. Моя задача работать, объяснять вам. Нет, если просто сидеть и смотреть, и рассказывать, что там непонятно, ну, так попробуйте вязать и повторять. Вам же специальное видео для того дает, чтобы просто хотя бы по нему повторять. Не теоретически, я не понимаю. А повторять... Нет, ну, здесь действительно повторяла и действительно не получается, потому что... И поэтому поможем. Поэтому обязательно. Не бросаю никого. Кто работает, тому помогаю. Кто задает вопросы, тем без вариантов помогаем, потому что... Если присылают подтверждение, что вот вязала не получилось, конечно, поможем. А если просто так, у меня что-то не получается, объясните мне, что я делаю не так, да? Это приём такой стандартный приём. Это просто песня была. А что ж ты делаешь? Когда она мне писала девушку, а ещё в первый год у меня не было опыта общения вот сейчас, как сейчас бы, я ответила совсем по-другому. Но тогда я так переживала. Вот она мне пишет, я делаю... Я стараюсь, стараюсь. А у меня ничего не получается, что я делаю не так. Когда я пишу, ну, пишите же, что ж вы делаете. Ты учительница, вот она, как сейчас помню, ты меня учишь, вот ты мне и скажи, что я делаю. Я в такой ступор впадала, потому что, действительно, человек... Нет, человек месяц каждый день писал письма. Месяц каждый день. Я её просила, напишите, что ж вы делаете, видео пришлите, фотографию хотя бы. Это не моё дело присылать фотографию. В общем, вот неадекватные люди, они встречаются... Ну, она у нас далеко не пошла, да? На первом курсе и ушла, потому что... С очень большим негативом, потому что её неправильно учили и ничему не научили. Ни одной фотографии, ни одного отчёта, зато куча писем. Ну, вот человек пришёл со своей целью поговорить. Да. Мы поговорили. Каждый должен получать то, зачем он приходит. Да, вот сюда мы на посиделки приходим, да? Только вязать. Тут Наташа приходит повязать, а я прихожу поговорить. Да. Потому что мне больше нечем заняться. Вязать я не умею, да, вязать я не умею, поэтому... Року от меня нет, только когда у Наташи голос... Нет, когда я была на занятиях, и Наталья один раз проводила посиделки без меня. И девочки написали, очень не хватает голоса за кадром. Поэтому мы решили, что больше мы не будем. Потому что, да, я когда одна, у меня, знаете, труба, барабан и в бой. То есть я начинаю учить. А Светлана меня разбавляет. Она не даёт мне менторный тон такой принять. И поучителю... Вот так она принимает менторный тон, да? Да, да, я сдуваюсь на её фоне. И вот, да, учитель великий должен быть один. Сегодня мне помощница написала. Что-то я там такое говорю, почему не высылала на это? Она говорит, чего ты ругаешься? Я говорю, я не ругаюсь, я руковожу. Ну, что делать? Ну, вот есть такой тон, да. Кто-то должен руководить, а кто-то должен обучать. Поэтому я слежу с порядком. Вот видишь, даже вот не умея вязать, вижу, что ты не той стороной надеваешь. Не-не-не, сейчас всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всё идеально, всё молодец. Девочки, там в пути лица вяжут уже 20 минут, ни одного комментария нету. Сейчас скажут, вау, как красиво. Или скажут, фу, фу, фи. Ну, фи так фи тоже иногда полезный опыт. Так, спрячем вторую нитку. Если где-то подгибы или толстые швы, это идеальное место прятать швы. Нитки, конечно, нитки. Всякие хвосты. Просто сказочно. Самое главное... Ты вот под корень обрубаешь, это нормально? Или лучше все-таки подпрятывать их? Подпрятывать. И, девочки, вот сейчас я, конечно, убираю это все, но всем говорю о том, что все вспомогательные нитки. И все вот эти швы мы убираем в последнюю очередь. Когда вот я связала и понимаю, что да, мне это нравится, это хорошо. Потому что если только я начну потом распускать, я не найду этих хвостов. Вот Марина Сипарова написала, когда Наталья одна, как ты думаешь, что? Что? Ну, что ты думаешь, когда Наталья одна? Что происходит? Одна я не думаю. Я одна не думаю. Когда Наталья одна ведет, то все только по делу. Не успеваем вязать вот как. А когда я, то они успевают вязать, потому что все не по делу. Не, ну как не по делу, мы бы тогда вообще ничего не сделали. Нет, ну, я действительно здесь для того, чтобы иногда Наталью схватить за руку и остановить ровно для того, чтобы вы все-таки, я понимаю, что вы не можете в ее темпе вязать. Все-таки многолетний такой опыт, ну, как бы, я ее торможу, торможу, но она все бежит и бежит. Ну, надеваем на дитятку. Вот первая деталь. Надеваем на дитятку. Вот дитятка у тебя. Сейчас я, сейчас, сейчас, уберу эту нитку. Мы вяжем частями. Это такой прием. Так, сейчас, подожди, уберу какую машину. Это я уже сказала, что мы используем вот прием, который... А это надо еще раз сказать, потому что обновил корей сказать. Вот почему я не привязываю машинку. Вот сидела, я сейчас и ковыряла ее. Вот, смотрите, что получается. Кто не вяжет, тот посмотрит сейчас. Швы снаружи. Вообще их не видно. Они все у нас внутри. А вот знаешь, что я хочу сказать. А мне кажется, что можно было бы за вот эти цеплять. Можно было бы за вот эти, да. Но я сделала проширение. Но все равно позакрывается. Закрывается вот так. У нас все будет закрыто. Поэтому видите, что получается. Вот это такая у нас брюшка такая. Идея такая. Да, идея вот такая. Что мы теперь делаем? Что, линейку? У меня сантиметр? Да. Где-то тут. У нас кукла достаточно укитанная. И задача связать или в обтяжку. Или свободненько. Вот как вы хотите. Ты сейчас мне поможешь? Поддержишь? Долосовать будем? Нет. Вот так вот. Поддержи. Вот. Видите, я посерединке уложила. И Светлана сейчас мне подержит вот так вот. Моя задача то же самое сделать. Измерить, сколько мне не хватает вот тут вот. Потому что попа у нас толстая. Попа вообще не стандарт такой, что не знаешь, как с этой попой поступать. Так, теперь. В обтяжку не будем. В обтяжку не будем. Будем по самому толстому месту мерить. Меряем по наполненным памперсам. Да. Вот мне здесь не хватает, ну, 10. Возьмем 10. Не будем уж совсем-то широчим. Ну, давай не будем. 10 с одной стороны и 10 с другой. И, подожди, подожди. И высота. Ну, наверное, вот такая вот. Ну, можно по... На самом деле в жилетках, я думаю, что можно и не очень. Да, да, вот так вот. Чтобы рукавчики... Понимаешь, когда подмышку ребенку тяжело, потому что здесь будут еще какие-то кофточки. Пусть лучше... Ну, давайте. 10 в ширину на 8 в длину. Так, это надо записать. Вяжем следующий квадрат. Он будет у нас 10 на 8. И тоже с подгибчиком. Повторяем, в принципе, ту же самую операцию. Светлана Шарайна пишет. Я сегодня начала вязать с вами. Накреативила. Ужасный ужас. Все распустила. Отстала. Мозг взорвался. Вязать не могу. Не могу вязать одновременно. Смотреть и слушать. Теперь просто смотрю. Ну, девушка, вот мы же говорим, что если вы не можете вязать с нами, то только потому, что еще все-таки опыта недостаточно. Но я всем вышла урок. Пожалуйста, вяжите, присылайте отчет. Чего? Детеныша. Не детеныша, не оттеныша. Так, теперь покажу вам очередной простой расчет. Мы с вами связали. Так, здесь 45, 46, 47, 40. А, у меня же счетчик. На счетчике 51 ряд. И смотрите, 51 ряд это... 10,5 сантиметра. 10,5 сантиметров. Тире 10,5. А 14 петель это, ну, 5 сантиметров, как мы и просили. Это 5 сантиметров. Моя задача провязать 10 на 8. Так вот, делаем методом пропорции. Я обожаю пропорции. Я ничего не понимаю в логарифмах. Я очень люблю пропорции. Вот, единственное, что я люблю из математики. Так вот, 51 это 10,5. А мне нужно 8. 8 это х. Х равен... Перемножаем 51 на 8 и делим на 10,5. Абсолютно четко получаем... По факту, по факту уже связанного полотна, получаем полноценную настоящую мерку. Х, 51 умножаем на 8 и делим на 10,5. 38 рядов. 38,8. Ну, пускай будет 40. 40 рядов я должна провязать для того, чтобы получить 8 сантиметров. То же самое делаем в втором части. Ну, давай, посчитай. Так, 14 петель это 5 сантиметров, а мне нужно 10. Ну, собственно, могу умножить на 28. И так понятно. Раз 5, а здесь 2 раза больше. Но еще раз вам покажу пропорции. 10 сантиметров это х. Перепроверь, получится ли у меня 28. Вот, девочки, пока Наталья считает, я забыла, как обычно, пригласите, пожалуйста, к нам на встречу тех, кто сейчас не знает, чем заняться. Для этого я в чат сбросила комментарии, участвую в мастер-классе Натальи Некрасовой и так далее. Скопируйте, пожалуйста, и напишите от своего имени, чтобы эта информация сейчас разошлась, и пришли те, кто хочет тоже научиться вязать на машинке. Значит, Валентина Максимова спрашивает, а середенечку будем делать прямоугольником или как-то присобирать в треугольниках? Мы хотели присобрать, но исходя из того, что у нас у ребенка попа большая, то если мы присоберем, то у нас будет на пузике животик. И поэтому мы решили от этого отказаться. На самом деле, исходя из концепции посиделок, вяжем из прямоугольников, мы оставляем прямоугольники. Вы свой креатив можете уже по фигуре редактировать и присобирать, и все остальное делать. Вяжем два прямоугольничка. Мария Ковалева пишет, 38 попугаев и одно попугайское крылышко. Это по твоим расчетам. Спасибо. 14 и 14. 28 петелечек. Вот они. Так, вам там видно или мне... А, и переехать сюда надо. Так, 14 и 14. Да, как раз тут. Ну, я буду вязать то же самое, чтобы не... не вносить разрозненности сумятицу в наше изделие. Оно и так очень пестро. Вот когда мы стали разговаривать по поводу яркости, креатива и прочего-прочего, я вспомнила... Девушка одна связала... Из просторов интернета. Это не наша девушка была. Она просто хвастик такой навязала. Достаточно симпатичный свитер, хорошо связанный, но он черно-серый-малиновый. Вот что-то такое. Очень мрачные тона. Причем связаны хорошо, но тона ужасные цвета. Вот она, говорит, связала себе свитерок такой на работу. Вот такой веселенький получился. Ну, вот... Ну, у каждого свое веселое. У каждого свое веселье, да. Это энергичный танец. Пожалуйста. Это вот тот же свитер, но чуть-чуть более веселыми ниточками просто заиграл бы. А вот такая серая... Ой-ой-ой-ой-ой... На вкус, на цвет... Очень красиво связано, вот ничего не могу сказать. Вот я тебе хочу сказать, что когда я была маленькая, меня одевали во все черное. И у меня просто протест. А у кого-то, наоборот, это откладывается как норма. А у меня... А у меня был просто жуткий протест. И когда я смогла себе покупать какую-то яркую одежду, у меня зашкаливало. Мне мама говорила, что ты как попугай. А у меня вот эта нехватка цвета, как авитаминоз была. Отдача. И просто я вот... Вот сейчас я цветом насытилась. Я перестала покупать красные сумки, красные сапоги, красные там еще что-то. Перешла на более спокойное. Почему? Света... Да. Мамочки, мамочки дорогие, обязательно спрашивайте вашим детям, чего они хотят. Я не знаю, смешно, не смешно, но я даже, когда покупала ребенку, извиняюсь, трусы, спрашивала, какие он хочет. Потому что если он не будет носить там с розовенькой что-то, он носить не будет. Поэтому если у ребенка есть какие-то потребности в цветах, надо удовлетворять. Потом действительно отдача, не поймешь, куда долбанетит. Все в меру. И воспитывать в меру, и учить в меру, все в меру надо. Нельзя перегибать. Мне очень важно спрашивать, что он хочет. Я вот сильно хотела яркие платья, а у меня в синее, в черное. Синее, черное. Это вообще ужасно. У меня был коричневый портфель, и я над ним плакала. Зато он не пачкался. Да. Можно подумать, я на нем ездила. Да, ты бы за что. Но зато мы помним, как ты ходила в варенках по лужам. Это не важно. Это рабочий момент. Поэтому тебе коричневые портфели и покупали. Да. Приходит домой вся такая мокрая, упала в лужу. В лужу, да? А я... Специально посмотрели, как она там в лужу падает. Вот мама говорит, а она маленькая была, даже не догадаться было, что я на нее в окно смотрю. Ходит в лужах. Ну, да. Вместо того, чтобы купить ребенку калоши, меня ругали за то, что я ходила в варенках по лужам. Поэтому детей надо спрашивать о их потребностях. Леньше проблемой. Ну, не марка. Вот портфель коричневый. Ну, а чего не марка? Сейчас я ребенку покупаю каждый год новый рюкзак. Новый трусы. Новый трусы. Нет. Пока не сносишь конечки, кедиков тебе не будет. А у меня, между прочим, тренер мой говорит, что вещи надо менять постоянно. Что-то у нас там зашла речь про... Ну, товарищ у нас такой без комплексов, и нам рассказывают очень много полезных таких вещей, очень-очень полезных по жизни. Но речь зашла почему-то про носки. Я не помню, говорит, носки надо менять раз в месяц, независимо от того, сколько раз вы их надевали. Месяц прошел, я их выкидываю. Почему? Я не знаю, но он... Понятно. Ты так нескромно скажи, по какому предмету у тебя тренера, чтобы все знали. Нет, я скромно промолчу, поэтому... Речь заставляет менять носки. Хорошо звучит. В таком виде там к нему выходите. Это спортивный тренер. Это не что-то такое, но... Визальный тренер? Нет, визальный тренер я сама. Так, 9, 10. У каждого свои потребности. Вот носки мять раз в месяц, независимо от того, надевали или нет. Вот бзик тоже. Я начала про ребенка. А, ты еще подгибчик? Да, что я каждый год покупаю ему портфель новый все равно, теперь это рюкзакик, независимо от того, порвался или нет, потому что они и футболокими портфелями играют, ну, два года, наверное, не выдержат. Поэтому марки он, не марки. И вот что никогда не скрывает. Даже марки, не марки, просто само по себе, с грязным подфильм ходить, наверное, неправильно. Все равно надрывается где-то, потому что тяжеленные эти сумки. Я не могу. Я залезла, и у него портфель, там кеды лежат. Спрашиваю, зачем тебе кеды? А он говорит, а вдруг я сменку забуду? Я говорю, ты же сменку с собой берешь. А вдруг я ее где... В общем, камни у вас лежат... А помнишь, Еролаш, когда там он заходит в автобус и покупает билетик? Да-да-да. Потом... Карточка. Нет, потом он компостирует талончик. Раньше были еще талончики. Компостирует талончик. К нему подходит и спрашивает, слушай, ты чего это, билеты это? А он говорит, а вдруг я забуду? А его спрашивают, а если я билет потеряю, то у меня, значит, есть еще талончик пробитый. А его каверно спрашивают, а если ты еще и талончик потеряешь, что делать будешь? А он говорит, а тогда у меня карточка. Да, вот по этому принципу. У нас лежат спортивные штаны, а вдруг я в футбол пойду играть, у нас лежат кеды в рюкзаке. И, в общем, поднимать портфель ребенка я уже просто не берусь. Это кошмар какой-то. Это в первом классе взвесилая. Нет, а я ровно потому ребенку не покупаю огромный портфель. Потому что если большой, то из него будет, как у Яны Хмелевской, там чего только не будет. Да, кирпич. А кирпич тебе зачем? А камень тебе зачем? А в прошлом году шла, нашла камень, капусту прижимай. Да я забыла вынуть. Вот, отличная книжка. Кто хочет посмеяться на досуге, очень рекомендую. Так. 17, а мне надо 40. Ну, по два рядочка, все то же самое. Давай. Не забудьте на конце сделать такую же зеленую эту. 10. Да. Все сбила? Все сбила, да. Я все испортила. Крутина Максимова пишет, у меня такая проблема с женой среднего сына. Купила внучке желтую куртку, а она внучка в восторге, родители в шоке. Вот, не марка. Неправильно купила, надо было черненькую. Ну, слушайте, сейчас руками никто не стирает, машинка, а ребенок так быстро растет, что вы эту курточку отдадите по наследству, она не успеет испачкаться. Мне очень нравится, в интернете было видео, когда папаша отпустил детей гулять, видимо, мама далеко где-то была, и они в луже купаются. Грязные лужи, там машины наездили. Сейчас они купаются, купаются, а папаша их подмачивает. Еще туда поплыви, сюда поплыви. И дети такие счастливые, вот я понимаю, желтая курточка. Но все-таки это разовая акция, наверное. Юля Сурженко спрашивает, а что за книжка Хмелевская, Хмелевская? Хмелевская? Нет, 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 она знает Хмелевскую, но какая книжка? Да не помню, у нас там вся серия была, мы ее обожали, и у нас вся серия была. Да. У нее на любой книжке можно смеяться. На любой, особенно первые. Потом она, конечно, стала помрачнее, а вот первые, самые первые ее книги, они просто обхохочены. Нет, у нас... В чем юмор хороший, не тупой. У нас сериал снят только, что сказал покойник, и все в красном. А там у нее миллион этих книжек. Ну, потому что снято уже без приколов. Мне не настолько интересно. Бывает тупой юмор, а бывает юмор такой, на котором действительно смеешься и отдыхаешь. Он безобидный. Безобидный и несложный. Там нет грубости, пошлости, действительно смешной. Я помню, когда-то давно я прочитала эту книжку, хохотала, у меня начальница моя, ну что ты смеешься, дай мне почитать. Вот я ей дала, у нее такой депрессия был, она пришла такая мрачная, начальница не отдает, мне говорит, что тут смешно. Слушай, это, это, ничего, придешь в себя, перечитаешь еще раз. Так, тридцать пять. Я думала, что она сказала, такая нуднятина, не будет. Нет, нет, вот именно таким томом, что здесь смешно, в таком настроении, только умирать. А не книжки читать. Вредно быть начальником, вот что я тебе скажу. Ну, да. Срезали. Дочки присоединяются, присоединяются, молодцы. Сейчас мы вяжем точно такую же. Еще такой совет по поводу вязания. Вот мы сейчас вяжем парную деталь. То есть перед у нас был сам по себе, он как, какой был, такой был. Вот как связали, так и ладно, как мы поняли, потому что он, ну, вот такой. А вот бока, они уже должны идти четко, потому что по ним, их мы измеряли вот такой длины, нам не хватает, такой ширины нам не хватает для того, чтобы изделие хорошо село на нашу модель. Так вот, поскольку у нас две детали абсолютно должны быть одинаковы, они парные, симметричные, записывайте все, что вы делаете. Вот на свою память не рассчитывайте. У меня память, я уже не знаю, какой градации, надеюсь, что еще не маразм, но уже не девичьи. Честно говорю, не девичьи. Девичьи, да, честно говорю, да. В логарифме заполнено, как чердак, который хламом завален. Так вот, где-то между ними, девичьими, и вот тем самым прославатым маразмом где-то я нахожусь, поэтому на память свою не рассчитываю и все записываю, чего я вам рекомендую, потому что вы сейчас отвлечетесь, свяжете одну деталь, пойдете подогревать ужин, гулять с собакой, или логарифм опять же решать, и все, придете уже не в себе. Кому какие радости жизни, да? Да, придете уже не в состоянии, и вы забудете, где вы что делаете. Поэтому там будет вариант либо брать эту тряпочку и пересчитывать, что очень нудно и неинтересно, либо вязать на глаз, что вообще недопустимо. Поэтому вот я связала 35 рядов полосками и 5 рядов без полосок. И вот здесь вот себе нарисовала. Я уже в процессе разговора успела написать, что я провязывала 8 до 8. 8 рядов у меня был подгиб, 8 до 8, 8 плюс 9, потому что их было 17. И 35 рядов я вяжу полосками и 5 рядов без полосок. Метки, лучше делать метки более понятными, поскольку я прямо сейчас это буду вязать, мне вот эта бумажка будет уже не нужна. Вы, если планируете сохранить записи, пишите подробно и для того, чтобы могли понять это не сию минуту, а на следующий день. Потому что накорябать легко, разобрать потом это целая история. Вот. Первая деталь, сейчас вяжу точно, такую же вторую. Я на прошлой неделе проводила опрос среди наших подписчиков, для чего они вяжут. Потому что вот мы с тобой думаем, что вяжут по одной причине. На самом деле, когда был кризис и вязали, ну, как бы, кризис не купить было, вообще ничего не было купить. Но я понимаю, люди вязали, потому что, ну, не купить. Почему же сейчас вяжут, когда магазины заполнены? И, в принципе, вот мы с тобой на Алиэкспрессе покупаем, и... На Юбэе, хорошо. И на Юбэе, да, и везде. Почему? Мне очень понравилось, как Наталья, наша Наталья, она мне написала по поводу того, что у них на работе была девушка, у которой... Вот она нашла кофточку очень интересную, с интересной отделкой, и просто прислала, как фотографию, и сказала, что у них на работе у девушки была такая же, и все и завидовали. И спрашивали, где взяла? Так вот, такую кофту просто не пойдешь в магазин и не купишь. Вот, наверное, для того и вяжут. Ну... Это было давно, и девушка как бы не бедная, и все остальные там люди состоятельные, но такую вещь не пойдешь и не купишь. Нет. Так вот, одна из причин, почему? Потому что качественные вещи стоят очень дорого. Как говорится, вот оно есть, но очень дорого, не купить. Либо же оно качественное, в смысле, оно красивое, но сделано из какой-то синтетики. Да? И опять же, не купить, потому что ты понимаешь, что ты в этой синтетике как бы долго не проходишь. А третий повод, третья причина, почему? Потому что фигура нестандартная, и если платье еще как-то можно подшить, а с трикотажем, как с ним? Вот как его подкоротить, это платье? И как будто это три основные причины, почему вяжут. Но опять же, когда дорого, основная причина, почему не покупает жаба душит. Так вот, жаба, это страшное животное, как пандемия передушила половину человечества. Ну, наверное, жаба не на пустом месте возникает от нехватки ресурсов. А чтобы ресурсов хватало, надо все свои знания пускать в дело. Вот умеете вязать? Вяжите для тех, кто не умеет. Даже если вы свяжете жилетку из квадратов, она будет воспринята как дизайнерская. Никто... Посмотрите на песочники. Да, песочники заказа пошли полным ходом заказа. Дело в том, как вы оформите это все. Если вы свяжете серо-коричневое, конечно, никто восторгу не испытает и вряд ли вас попросит для своего ребенка серо-коричневое что-то. А если вы свяжете яркое, позитивное, красивое, в котором ребенок... Хорошей пряжи. Хорошей пряжи. Вот нитка, ай-яй-яй, узелок на пряжу был. Сейчас мы распустим немножко. Одна из учениц наших написала, что а я вот на заказ вижу, но я никого не ищу. Я спрашиваю, как рекламируешь? А я никого не ищу. Они сами меня находят, потому что видят на детях и на внуках мои изделия. И они приходят, тупо заказывают точно такое же. Потому что заказчики наши, они тоже очень часто без креатива. И они увидели и захотели. Очень тяжело что-то самому придумать. Поэтому те, кто думает, я не буду вязать на заказ, потому что я не знаю, я не смогу придумать что-то, выполнить то, что там этот заказчик на самом деле они сами не знают, чего хотят. Вы им скажете, здесь делаем так, сделаем так. Где будем делать талию? На груди. Отлично. Хорошее место. Хорошее место, да. Много. Заказчикам тоже не так просто. Надо, во-первых, не просто уломать его, чтобы он согласился на то, что вы умеете, но и сделать так, чтобы ему это в итоге понравилось. То Как одна из твоих учениц написала, что я вам тут не какая-нибудь акриловая, да, вяжу, потому что я натуральная, а вся эта какая-нибудь акриловая, мне тоже очень понравилась. Это две овцы были, они ученицы. У тебя ученица, ты спросила, зачем она вяжет, а она тебе написала, это значение. Ой, простите, простите. Да, да. Это я перепутала, у меня вот, да, стадии, стадии памяти дают себя знать. Выброси логарифмы, да, это на три месяца выброси. Давно-давно была картинка в «Крокодиле», помните, такой журнал был «Крокодил»? Вот там стоят две акции, одна такая вся замученная, серая, такая вся колтушивая, а вторая красавица, такая белоснежная, и вот эта колтушивая спрашивает, что это, как-то такое-то, а она говорит, а я синтетическая. Понятно. Тогда синтетика была в большом моде, в большом дефиците, вот были даже такие. Ты помнишь каракулевые шубы, которые вообще, они неподъемные, это из искусственного каракуля, у меня такое чувство, что они из лески были, она такая толстенная, вот этот завиток. Я думаю, плохая выделка была. Заутюженный. Думаешь, это синтетика? Нет, просто были искусственные, каракули искусственные были, просто шуба из искусственного каракуля. Такое чувство, на брезент наклеивали вот этот лес. Вот этого я не помню. Ой, да ты чё, у дяди Васи было, он приехал из деревни в Тулупе, так первым делом он пошёл, купил брезент с искусственным каракулям. Очень модный парень был, когда он приезжал туда в деревню к себе, мёрз там, но зато он был, искусственный каракуль у него был. Синтетический, не помню такого, это было без меня. Это я помню в этом, в чародеях там, ты чё, ты чё в дублёнке-то ходишь? Нет, в полушубке-то ходишь, ты чё не понимаешь, это ретро, это сейчас модно. Вот, я представляю себе, когда ты одна ведёшь, сидит, сама с собой разговаривает. А как люди ходят к нам, а уже с собой разговаривают, то вроде ничего. Ну, на самом деле, все же привыкли к тому, что каждый сам по себе разговаривает. Я в наушниках. Я очень боюсь, что идя по улице, я начну сама с собой разговаривать. А все воспримут, как будто телефон, никто даже не обернётся. Это раньше было. Это раньше было. Сдали, да. А сейчас норма, делай, что хочешь. К другим не приставай, иди себе. Не страшно, если всё провязали. Такая шутка полючка. Такая шутка полючка. Всё, закрываем. Вот все наши детальки. Осталась одна планочка, да? Нижняя планка, да, которая всё соберёт. Сейчас мы будем выполнять то же самое, что делали до этого. Подшивать, то есть? Да. Причём, с одной стороны мы подошьём полностью, а с другой частично. Ну вот, опять же, если возвращаться к опросу, который я проводила, то мне очень пораз, как одна из наших учениц написала... Я же не стала предлагать варианты ответа. Я попросила, чтобы написали «Почему? Почему? Почему вяжете-то?» Ну, как бы... Нельзя сказать, что у нас вот прям такие все бедные от бедности вяжут. А очень часто вяжут для того, чтобы отдохнуть. То есть вот кто-то говорит, что «Не, мы никогда вязание спицами не бросим, потому что это креатив, это как бы вот такая красота». Ну, как говорится, если вы вяжете только для того, чтобы отдохнуть, если это хобби, ну, это одно. Но если же вы хотите, чтобы у вас семья была красиво, как бы одета так, как это промышленно, то есть как будто бы это связано в ателье или на производстве, то, конечно, вы не будете вот вывязывать это месяцами, потому что качественные изделия, которые вяжут крючком, они вяжутся месяцами. Качественные изделия спицами, они, конечно, неделями. На машинке вы можете за один, два, три дня в зависимости от сложности связать. И вот даже даже самые сложные платья, они все-таки вяжутся гораздо, гораздо быстрее, чем если бы вы связали руками. И когда к нам… А зачем ты снимаешь? Или ты передвигаешь просто перед руками? И когда к нам приходят учиться, то говорят, что хотим креативные изделия вязать все-таки быстро, не месяцами, не годами, потому что очень редко у нас… Я помню, только одна была ученица, которая вообще не умела вязать ни крючком, ни спицами, пришла учиться вязать на машине, остальные все-таки приходят с опытом вязания спицами, и поэтому они уже понимают, чего хотят, но хотят результат получить быстро. Так, вот что я сейчас делаю. Я прикладываю. Все то же самое, что мы делали. Приложили, посмотрели, до какого места это все у нас доходит. Подкололи. И, как у нас там было? Да вот так вот и было. Можно… Вот здесь, с другой стороны, я даже не буду сейчас отмечать, потому что у меня количество вот этих петель будет абсолютно одинаковое. я просто на те же иголки надену их четыре раза, потому что у меня четыре, четыре стороны. Ой! Что-то у меня из рук всего. Щечек можно снять? Или он чуть-чуть? Он мне, мы сейчас вязать не будем, поэтому он мне не мешает. А понадобится он для… Надеваю… 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 И смотри, ну здесь, как Светлана говорила, давайте заправим. Да, посмотрим, как это будет. Конечно, будет лучше, потому что… Красивее. Но с другой стороны, здесь все равно будет шов. Да. Он все равно вылезет, он никуда не денется. Нет, просто показать другой вариант. На самом деле, я думала, что может быть мы сделаем что-то вдоль, что-то поперек, но потом мы решили, что это мы оставим на вашу фантазию, потому что мы покажем вам основу, мы хотели сделать, здесь по-другому связать, да? Да. Но вариантов столько, что вот только… Почему мы остановились? Почему мы не стали показывать по-другому? Мы не стали показывать по-другому, исключительно потому, что… Так, 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 так. Это должно быть идти вот так, значит, вот так. Нужен подгибчик. Если бы мы вязали поперек, вот так вот, тоже очень отлично смотрится, но нужно было придумывать, не придумывать, а вывязывать подгиб с этой стороны. Можно было вывязывать подгиб, можно было сделать подгиб руками подшить, можно было какие-то другие варианты, планки там напридумывать. Мы решили, что мы не будем сейчас заморачиваться, оставим вам на… Да, на вашу фантазию, на вашу… Да, вот развивать креатив. Да, и делайте. Но мы покажем вам самый простой вариант, а вы уже дальше сами что хотите. Схемка, да, мы вам схемку покажем. Мы вам раскраску дали, а вы уже там с вами рисуете. Да, тоже отличный вариант, потому что как разрабатывать креатив? Не только же смотреть на чужую, самим что-то надо делать. И тогда вот как у нас девчонки начинают вязать и не остановиться, потому что получается. Она начинает чувствовать пальцами просто это все вязание, и поехали вязать все. А если это не делать, если не начинать, то и… Ничего не будет? Анастасия Гугай пишет. Глядя в европейские журналы по вязанию, заметила, что тусклые цвета – норма моды. Там даже дети в однотоном цветополынь, цветополынь или асфальт, ну или кофейные. Хмуро у них как-то. Ну, что делать? У нас тоже было бы хмуро, если посмотрите наши журналы, то они тоже тускловатенькие. Ой, какие там модели, ой, какие модели. Посмотришь, тоска берет. И ведь самое неприятное, что кто-то может быть… Может, вот как у моей начальницы тогда, она и что, ой, здесь смешно. Может быть, у человека депрессия действительно, он в депрессии создал модель, у него же работа такая, хочешь, не хочешь, изволь модель создать. Он сделал как мог, это пошло в серию, и вот наши несчастные женщины думают, что это норма. Это модная такая. Модный журнал, значит, это мода. А моду кто делает? Это как у меня свекровь. Она все время говорит любимая коронная фраза, вот сколько лет я ее знаю, столько лет она говорит эту фразу. Я читала это все. Это неоспоримо. Это неоспоримо, если она что-то… А еще, говорят, по телевизору сказали. Это вот все, это железобетон. Но читала-то она, я не знаю, читала, не читала, неважно. Это пишут люди. А люди не всегда пишут то, что они знают. И не всегда пишут в себе. Это тоже известно. Человек… Если кто-то случайно увидит эту жилетку и скажет, что это норма, вязание жилеток такая, то… Да, вот какой-нибудь… Да, да, я вот великий мастер, как это называется, эксперт по жилеткам, рассказываю вам, что вот только такие жилетки можно вязать. А кто-то воспримет это реально и будет говорить, да, да, вот только такие жилетки, остальное – это не жилетки. Это вот то же самое. Поэтому все, что делают люди, можно делать по-другому. Насколько я знаю, сейчас в моде цвета действительно не яркие, приглушенные. То есть людей приучают не выделяться, приучают быть тусклыми, управляемыми, не высовываться из толпы. Пусть кто-то другой будет заметным, но не вы. То есть… Да, а вы масса серая. А вы масса серая. Это психология управления толпой. Вот она такая. Поэтому учтите, что не все так просто. Да, и мода делается людьми, и мода делается тоже не просто так. Все давно продумано и придумано. Так, переворачиваем наизнанку. Да, вот так вот так. Так, развернули, перевернули и вывернули. Вот так вот. Проще было развернуть наизнанку. Вот, но зато мы сегодня вам приготовили… Мы и часто вяжем жилетку такую очень-очень яркую, но мы приготовили вам жилетку, которая во много раз будет более яркая, и мы с Натальей ее готовили как бы очень долго. Ну, как долго. Ну, она еще до того, как ты голос потеряла, уже был у нее проект, поэтому… Но она бы и сделалась быстрее. Да вот я на две недели выпала из жизни. Она бы сделалась, но она родилась как бы давно. Те, кто уже получил нашу рассылку, то они знают, что мы сегодня приготовили для вас жилетку патриотическую. И смысл ее был… Не видно, что делаешь в камере. А я надеваю… А, это ты мне говоришь? Вот пишет, Ольга Хохлова пишет, не видно, что… А я тоже самое надеваю, вторую часть за протяжки. Вот у меня количество игл, которые было на уже соединенной части, вот они. Эти же иглы я оставлю. Я с ней убираю. Ты смысл камеру как-то, действительно, а то у тебя там где-то в глубине. Эту операцию мы уже трижды сделали, сейчас мы просто четвертый раз ее повторяем, и еще два раза повторим. Да, поэтому все одно и то же. Я даже уже и не комментирую, я уже сказала, что мы будем делать одно и то же, поэтому думала, вы понимаете, в чем мы делаем. Вот, так вот, сегодня мы приготовили еще более яркое изделие, потому что я… Ну, мне очень захотелось, чтобы разработать для вас модель, которая может быть, ну, как бы уже отработанная, когда вам не нужно будет лазить по интернету, и вы можете действительно ее тупо скопировать, потому что это наша с Наташей разработка, мы решили, что дизайнерские навыки не должны пропадать. Если вы получаете удовольствие от вязания, то я получаю невероятное удовольствие от креатива, потому как в детстве мне не разрешили быть дизайнером, и у меня эта мечта, она осталась. И я понимаю, что когда-нибудь любая мечта, она должна исполниться. Вот сейчас нам это удается, потому что, как оказалось, что никто не учит креативу, никто не учит вот такому дизайну, кроме как Институт технологии дизайна, куда я в свое время не попала, потому как папа сказал, что нам партнерка в семье-то не нужна, нам же вера нужен. На космические станции. Да, да. Нам нужно что-то будет видать физику. Кошмар какой. Да, вы понимаете, девочку, вот опять не заставляйте детей носить то, что они не хотят, и жизнью не скроите под себя, потому что, да, испорченная жизнь, она спасибо не... Но с другой стороны, опять же, дети не всегда знают, что хорошо, а что плохо. Ну вот ты как бы и не знаешь, что делать. И не знаешь, что делать. А с другой стороны, не спрашивать. На самом деле, нужно спрашивать. А потом не скажут. Нет, те, кого заставляли на пианино играть, они говорят, что я совершенно не счастлив в том, что меня заставляли 10 лет жизни, эта музыкальная школа отняла, да? А те, кого не заставляли, говорят, почему вы меня не заставляли? Почему вы меня не заставляли, да. Вот все равно все будут недовольны. Поэтому мы как взрослые понимаем, что через какое-то время они, дети придут... Нет, ну на пианино играть – это хорошо, а эти радиофизические мучения вместо того, чтобы заниматься дизайном, это уже совсем, наверное, другое. Совсем, представляешь, что это другой склад ума, и отправить вот так вот. Там ребенок 10 лет футбол меньше играет, а здесь вся жизнь наперекосяк пошла. Вот, и поэтому жилетку мы вам сегодня приготовили яркую. Мы ее выполнили в цветах российского флага, потому как мы все-таки россиянки. Но кто-то мне написал, что мы таким образом отсекаем других тех, кто из других национальностей, из других стран. Ну, на самом деле, это все настолько скользко и неправильно. Мы аполитично абсолютно. Мы показываем, опять же, схему. Просто мы сделали... Применяйте свой флаг. Применяйте свой флаг, применяйте свои фанатские цвета. Я же не могу за чужую страну вязать. Может быть, такие с тобой связали за «Спартак» или за «Динамо». Да ни за что. Можно было связать, конечно, за «Зенит». Но все-таки питерцы можно было «Зенитовскую» связать. Она тоже три цвета. Там единственное, что надо было голубенькие применить. Вот и все. На самом деле, никакой политики флаг страны, в которой мы живем. Все. Анастасия Бугая, не пойму эти две части. Какой элемент модели? Это рукава. Это подмышка. Вот, смотрите. Переверни, может быть, это... Вот, я показываю. Наталья, можно ребенке показать? Давай примерим сейчас. Вот, то, что мы сделали... Комзишку? Ручку. Нет, ручку засуну. Сейчас. А, да. Ну, что-то не сидит. Первое, что мы сделали, это пузико. А второе, что мы сделали, это вот эта подмышка. Вот. Рековато ты сделала подмышку. А ты как мне 10 сантиметров мерила? Ну, как ты мне сделала, я так и мерила. Так, минуточку. Ты мне мерила 10 сантиметров. А теперь... Ты мне это как держала, я так и делала. Ты по попе сделала. Значит, сделаем здесь вот просто эту... Складочки. Складочки, да. Вот. Вот это пузико. Ой, господи. Бочок. 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 Вот. Так. Мерили мы, мерили вы. Ой-ой-ой. Как ты мне заложила, я так держала. Я же ничего не сделала. Не, сейчас смежем на 10 сантиметров, а потом просто сделаем немаленькую припосадочку. Делаем припосадочку, и все уляжется хорошо. На самом деле. Так, снимаем. Привем к новому. Калитка нужна. В общем, мерьте правильно, девочки. Да, вот мы, как это, чем больше народу, тем всем нянек. Мы рассчитывали, чтобы памперсы были более наполнены, скажем так. А он воды сегодня не пил. Вот он подвел нас. Да. Так, ну, поскольку детали уже связаны, времени на это не остается, мы вяжем так, как вяжем. Да, вставляем, как связано. Вставляем, как связано. То же самое. Так. Выполняется с одной стороны. На тех же иголках. Вот у меня иголки есть, ничего, двигать не буду. Выполняю. Вот так вот правильно. Так вот, мы с тобой показали вот эту жилетку, заготовку оранжево-зеленую, а каких только нам цветов не прислали. Так и хорошо. Поэтому вот я потому и говорю, что это хорошо, когда люди понимают, что нет догмы, что можно только так, а не как по-другому. Когда вы видите в журнале или в интернете какое-то изделие, и оно на вас произвело впечатление либо фасоном, либо цветом, и вы говорите, точно такую же. Не обязательно точно такую. Вяжите тем цветом, который для вас подходит. Потому что, если мне, например, красный теплый не идет, у меня идет холодные цвета, такие вот пурпурные, сливовые. Но если бы мне жилетка понравилась красная, то я бы никогда красную, вот чисто красную не стала бы, эту алую, алые паруса, да, никогда бы на себя не стала. Потому что я в этой красной жилетке буду сама, как помидор красный. То есть мы подбираем все-таки по цветотипу. Поэтому точно так же и все, что мы вам предлагаем, да, вы все-таки смотрите, исходя из ваших потребностей, не идите на поводу у журналов, не идите на поводу у того, что кто-то вам там сказал. Оксана Постоянская, Светлана, не сожалеть, что не стали дизайнером в институте, вас бы учили стандартизации и унификации. А в доме моделей бы дали черно-буро-коричневую ткань, и из нее проектировали модель с себестоимостью 1 рубль. Ну, может быть, да, может быть, тебе задавили бы эти аналоги. Может быть, действительно, они во мне сохранились, как в консерве, и вот они сейчас, или как это, в вечной мерзлоте, да, там эти бактерии, которые, миллион лет пролежали и находят, или с первого мамонта находят, да, и пытаются скрестить мамонта со слонихой. Вот, может быть, во мне тоже что-то сохранилось и пригодится. Может быть, может быть. Просто мечта была, и вот она сейчас, как бы, никто не мог предположить, что она вот так вот вылезет. Ну, я страшно счастлива, что мне удается придумать, и я вязать-то не люблю, но есть человек, который может что-то связать, и получается, на мой взгляд, симпатичное изделие. И причем нашу жилетку уже трое оплатили. Вот я еще скажу об этом, но изделие, которое мы вам сегодня приготовили, оно очень трудозатратное, потому, что оно очень дизайнерское, в нем очень много мелких элементов, которые делают его уникальным. То есть его вот так вот просто не повторить. То есть вы видите, даже вот эта жилетка из прямых полосок, она все равно, в ней много линий, но за счет вот этих разрезов она становится неожиданной. То есть это не просто изделие, в котором с косами, косы навязаны. Здесь очень много вот таких вот разрезов. И там точно так же, очень много всевозможных переходов. Те, кто заходил на сайт, а, ну вы же на сайте сидите, вы видите эту жилетку, там очень-очень много разрезов вязания частями по тому же принципу, что мы вам сейчас показываем, что изделие рассчитывается, основная часть, она рассчитывается сразу, а все остальное оно потом постепенно подвязывается именно для того, чтобы не было перекосов. То есть мы, это плавный переход от ручного вязания к машинному, когда мы связали деталь, отпарили ее, посмотрели, как она у нас на фигуре, что не хватает, да, сколько будем. Потому что я понимаю, что те, кто никогда выкройки не строил, сегодня у нас письмо пришло прямо это «помогите, помогите, не знаю, сидим, смеемся, но мы, Наталья, попозже немножко ответим, да, потому что не успели сейчас перед мастер-классом». Вот. Тем, кто с выкройками мало, плохо знаком. Конечно, это тяжело, даже такие изделия, которые тяжело, и, да, отработать, вот это надо. Рассказаны. Нужно набить какую-то руку. Поэтому мы решили вот этот способ моделирования на фигуре перенести и на жилетку. Жилетка получается очень красивая, но вяжется она постепенно. То есть вы каждую детальку наращиваете по тому, что у вас есть, и это все-таки способ, на наш взгляд, более простой, чем сразу все рассчитать на выкройке этот разрез туда, этот разрез сюда. Здесь все-таки будет попроще немножко. Так, сейчас моя задача связать нижнюю планку. Почему сейчас? Потому что если я сейчас соединю вот эти вот бочки окончательно, то я не смогу, мне придется планку вязать за два раза. А я не хочу вязать за два раза. А ты ее разве растянешь вот это все? Растяну, вот так, конечно. Ага, ну детеныш, и замерь тогда. А давай мы его замерим, да, и посмотрим. Чтобы не ошибиться. Так вот в каком месте мерить? По попе получается... Ну вот мы его по попе мерили, вот примерно... Не-не-не, вот мы его здесь вот где-то мерили. Вот здесь вот получается 44. Выбирай. Берем калькулятор. 44 это петли. Умножаем на петельные пробы 2,5. Петлиные. 110. Значит, 110 петель. 55. Что-то много какой толстый ребенок-то. 55. Памперсы. Так, ну. Может и ничего. Сытенький ребенок, нормальный. Не голодающий ребенок, опять же. Да, петельные пробы у нас идет на спокойное полотно. А там, где у нас будет немножко подрастян, то можно вот таким вот способом просто немножко подкорректировать. Чтобы сидело плотнее. Да, вот так, что делать. Потому что если мы будем делать так, как у нас положена петельная проба, она, ну вот, почему у многих не получается? Потому что вот, в спокойном состоянии померили, а потом надели на себе, а должно быть плотненько. А оно плотно, видите, вот так. И вот так, насколько у меня по-разному получается расстояние, размер. Так, 50. 50. 50. Ну, учитывая, что оно все-таки садится, ладно. Пускай будет так. Планку можно делать такую же, 20. Можно делать подлиннее. Вот нижняя планка, она как бы немножко сама по себе у нас. И можно решать сейчас совместно, какой. Мы оранжево-зеленую свяжем. Вот здесь желтый-зеленый, а здесь оранжево-зеленый свяжем. Будет тогда красивый переход такой туда. Ну, оранжево-зеленый, вы такую же полосатую. Да. Хорошо. Полоски будут горизонтальные. А шириной давай чуть-чуть подлиннее. Давай в два раза подлиннее. Это не такое, а в два раза подлиннее. Так, ну, вязать мы будем от изделия. Это еще проще. Даже не буду выморачиваться на увязывании отдельные и сложные соединения. Вязать будем от изделия. И таким образом мы спрячем все швы. Все припосадим. Все припосадим и спрячем все швы внутрь. Так, надеваем. Нужно определить серединку, я думаю, чтобы потом разделить. Серединку у тебя сложно. Вот сложи и определи серединку. Так серединка вот она, сюда выйдет. Вот, я про то и говорю. Вот середина. Вот этого середину надо. Вот так припосадим. Вот это пойдет на 20 рядов. Ну, вот как раз между... Так, ничего не видно. Слушай, очень сложная. Может быть, как-то попроще девочкам. Вот ты вот, я-то понимаю, что ты делаешь, а девочкам не понятно. Я сейчас думаю, как это рассказать. Потому что, вот смотрите, у меня середина изделия. Если я складываю пополам вот эту деталь, я тоже должна завернуть. Вот мое изделие. Вот здесь 50... Ну, давайте вот здесь. Здесь не видно. Здесь, наверное, лучше. Видно. Вот здесь вот у меня половина. Это 50 петель. Где-то середина спинки и вот эти вот половина бочков. Бочки такие широкие, они пойдут под 10 игл. Распределяю просто для того, чтобы немножко присобрать. 10 игл на одну сторону, 10 игл на глаз делаю, на вторую. И спинка присоберется на остальное расстояние. То есть вот тогда оно вляжется нормально. На глаз. Слушай, может, как-то по-другому? Вот я вот сижу и не понимаю, правда. Вот не понимаю. Может быть, замерить и распределить эту петлю сюда, эту петлю сюда, а между ними... Мы сделаем по старой схеме. Да. Вот так растянем и в середину все берем. Хорошо. Понимаешь, вот как бы так быстро не объяснить. Это нужно объяснить, как ты это замеряешь. Так, еще момент. У нас, посмотрите, когда мы будем делать сборку, рулики должны по бокам смотреть друг к другу. И по животику смотреть друг к другу. Вот в таком виде они и будут надеваться на вязание. То есть мы надевать будем не только вязание, но и рулик вот так вот насквозь. И планочка пойдет и прижмет вот эти все рулики. Поэтому, ежели сомневаетесь и боитесь их забыть, приколите их булавками в том положении, в котором они должны находиться. Животик друг к другу. Бачки друг к другу. Здесь еще ничего нет и не надо. Вот этот бачок тоже. Да, это очень важно, потому что, когда брюки подшивают, вечно получается, что внутренний шов куда-то не на ту сторону уходит, где он сверху подшит. И там вот такой этот, получается, перегиб, который натирает, и штаны внутри рвутся. Так, и вот этот вот шов у нас пойдет, когда мы будем соединять. Так, когда мы будем его соединять, мы его будем соединять. Примерно петель 5. Ну да, поэтому петель 5 я оставляю, потому что здесь у меня не соединится все. Вот это тоже тонкий момент. Очень тонкий момент, потому что, как вариант, я могу начать не с самого начала, потом просто надеваю, а это у меня пойдет. Это внутри. Это внутри, внутри, я просто потом его подошли руками, вот и все. То есть даже, только вот здесь вот, я, посмотрите, это вот расстояние сейчас заколю, и на него планка не должна распространяться. Вот и все. Короче, вот. Да. Так, девочки, понятно, что я делаю? У нас, поскольку вот здесь... Мы не можем от крайней петли, да, крайней не можем. Если я от края сделаю вот здесь вот планку, то у меня планка перехлестнется в итоге, а мне это не надо. Вот. Поэтому я на внутренней части, вот это на бачке, планку буду делать чуть-чуть покороче, потому что она пойдет у меня вот с этой стороны. Ну, учитывая, что сейчас никто не вяжет, когда я свяжу, я покажу вам, что у нас получается. Надеваем вязание. Вот эти вот рулики, планочки, смотрите, петельный столбик. Здесь уже не протяжечка, а петельный столбик, потому что все надо убирать внутрь. Чем больше мы сейчас с вами уберем внутрь, тем аккуратнее у нас получится изделие. И один петельный столбик с одной стороны, один петельный столбик с другой. Смотрите, вот эти планки, они двойные. Двойные, они вот так вот аккуратненько уходят на иголку. Раз, два, смотрю, сколько это петель. Три. Че, девчонки, пиши, что все понятно. Хорошо, молодцы, все понятно. Пять. И эти иглы у меня ходят на планку. Здесь чуть-чуть подальше тоже надеваю несколько иголок. А потом делаю просто плавную сборку. Если у вас есть желание, можете не вот таким способом делать плавненько, а в каких-то определенных местах делать сборку. А можете, вот как сейчас у меня все это лежит, и я буду делать постепенно. То есть сборку во всем, во всех местах, что называется. Вот где-то середина тут надеваю. Можно там, где планки, там поменьше набирать, да, чтобы не так сжималось. А вот те серединки всякие, там поменьше. Да, 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 планки четко идут. Вот как идет она на пять своих этих игл, так она на пять игл идет. И никак иначе. На них нельзя делать сборку. Так, и на планку надеваю вязание. Так, то же самое здесь. Где-то середина. Где-то середина. Ну, сделаем, делаем вот эти вот как раз сборку по середине. Берем среднюю петлю и вот таким вот образом все это присобираем. И собираем. И Михайлович пишет, что, а я думала, что планку тоже можно было не одевать на иглы. Она будет тогда торчать и в разные стороны болтаться. Очень-очень непросто. Все равно придется подшивать. Подшивать придется, она не будет. Больше времени потратим на это. Да. А так как у нас планка является элементом декора, который создает такой как бы клапан, эффект клапана, то лучше ее все-таки надеть. Да, она должна у нас держаться. С одной стороны она будет создавать крылья, а с другой стороны она будет создавать... Что она там будет создавать? Клапан. Да. Вот его. Его самого. Сложное какое надевание с этими, с полосками двойной. Ну, как бы, вот опять же новая технология, которую мы до этого не показывали. То есть можно было... Ой, все можно сделать очень просто. Но хоть у нас и не урок машинного вязания, но все равно он не хочет... А что у нас? У нас урок машинного вязания. Мы уже вяжем все равно и показываем технологии, которые, на наш взгляд, простые. И важно только понять, как вообще в машинном вязании все просто. Как говорится, да? Провязывание и пересадки. Все. И закрытие. Открытие, закрытие, провязывание и пересадки. Все. Больше ничего нет. Четыре действия. Но вот это многообразие комбинаций приводит к тому, что... Сколько подряд пересажено или сколько подряд провязано. Вот, кстати, если вы вязали косы на машине, какое количество максимальное петель можно в косе пересадить? Наташа, какое количество максимальное за раз можно пересадить в косе? Нежели классическим способом, это три. Три. Вот так вот. И поэтому те, кто вяжет руками, они говорят, что я машины это не люблю. Почему? Потому что я люблю косы. Люблю косы, кардиганы, лала, не связать там и тому подобное, не связать. Но на самом деле есть приемы, которые позволяют и на машине вязать достаточно широкие косы. И в нашей патриотической жилетке мы как раз, это основа была, показать, как связать толстую косу, чтобы она не стягивала, чтобы не надо было ее руками делать. А дальше на эту косу мы уже напридумывали еще разные другие технологии, чтобы было красиво, чтобы не одна коса-то была, ну чего косу-то показать, а все-таки как эту косу ввести в изделие, чтобы было необычно, и не просто коса, а вот как бы дизайнерское изделие. И поэтому там у нас, сколько кос у тебя там, там у тебя какое количество петель пересаживалось? Там 10 на 10. Коса, но ограничение идет чисто по размеру ребенка. Уж поскольку он такой мелкий, что там можно было бы косу сделать абсолютно любого размера. Но тогда бы мы кроме косы ничего и не связали. Потому что там несколько деталей, которые надо было уложить. Задача была в уроке, задача была показать, что косу можно делать больше, чем 3 на 3. И ограничения нет. Но если бы мы на ребенке связали косу 25 на 25, то у него бы на пузе была эта коса, такая достаточно объемная. И кроме этого ничего бы не было. Ну да, коса, вот как я четко... То есть кардиган Лала с таким способом вы свяжете? Да. А насколько это сложно будет? Ну, это требует времени, но все равно это быстрее, чем руками. Все равно быстрее, чем руками. И аккуратнее получится. Ну, аккуратнее не знаю, кто вяжет 30 лет эти кардиган. Ну, как кардиганы те... Ну, как кардиганы с 12-го года появились, кардиганы Лала. Ну, а кто начинает, то, конечно, особенность машины в том, что она все равно свяжет ровные петли. Хотите вы этого или не хотите, ваша задача немножко ей в этом помочь. За ручной не выдашь, да. Она все равно покажет, что это вязано на машинке, потому что слишком уж аккуратно. Никакого полета, никакого разнообразия. Все петли ровненькие. Да, вот как пришла вся такая нервная после логарифмов и навязала там кривых петель. А потом пришла вся такая после пироженки, успокоенная, доброжелательная. И связала ровно-ровно. И вот каждый этап... Да, почерк. Иногда у меня почерк такой муравьиный, такие вообще просто какие-то... А иногда бывают прямо каллиграфические, а иногда вот вдоль и поперек. При том, что я одинаково стараюсь писать аккуратно, но все равно... А настроение зависит. Очень, да, настроение очень сильно проявляется. Вот вязание так же оставил, через месяц пришел, петли либо очень маленькие получаются, либо очень широкие. То есть изделие, когда вяжешь спицами, все-таки надо вязать одним махом. Причем, когда пряжа разная, вот если вяжешь одной пряжей, рука привыкает. Переходишь на другую, и пока под нее подстроишься, 10 раз уже все подряд плотность этого натяжения поменяешь. На машине, если вы плотность эту записали, вы вернулись через месяц, через год, на той же машине, вы с той же плотностью все это сможете восстановить, довязать, распустить и связать там какую-то детальку по новой, и она все равно будет у вас смотреться так, как будто бы вы ее вязали целиком вместе. Так, ну, сейчас у нас достаточно сложный момент. Те, у кого машины с нитеводом, тем мы не завидуем. Тем мы не завидуем, просто потому что, если у вас очень такое навороченное, набитое тут вязание, много-много-много, то вам провязать один ряд руками надо. Вот и все. Руками покажи как. Не покажу, потому что, если я сейчас начну, просто вот берете и провязываете каждую петелечку вручную, проложили ниточку, вот так же, независимо от того, какая нити вот или нет, проложили ниточку и вручную вот так вот провязали каждую петельку. Понимаете про то, провязывание руками или нет? Потому что, ну, давай, ты пробежи, а потом покажи два ряда, две петли, как связать. Сейчас мы провязываем ряд на самой рыхлой плотности. Вот у меня девятка, я сейчас провязываю один ряд на девятке. Это делается для того, чтобы я могла воспользоваться вот теми петлями, которые у меня будут потом. Я их надену на, за них буду цеплять закрытие. Создаем просто протяжки, для того, чтобы будут делать. Да, чтобы более хорошие протяжки. И машинке, как правило, такие штуки не очень нравятся. Ну, ничего тебе не нравится. Потому что она не сломала ничего. Даже нет. Поэтому лучше руками... Ну, не красовая, ну, не красовая. Девятая плотность, это еще вот так вот. Ой-ой-ой. Ну, сейчас все слетит, и мы руками. Девочки, в общем, не повторяйте за Наташей, да. Вот это особенность не Сильвера, а не вы. Вот с ней так можно, с Сильвером так нельзя. Поэтому давай показывай ряд, как вы руками. Это, вот я смотрю, что же у меня тут такое цепляло. Это как раз, когда большая нагрузка, вот такая вот, много-много петель, получается, что когда игла возвращается в свое положение, она язычком упирается в это вязание, и захватывает его, и вот это вот все стопорит, и начинает падать, рваться, падать. Поэтому руками, руками один ряд провязать можно, и вы будете спокойны. Давай, покажи девочкам, потому что, ну, а чего это? Ну, вот смотрите, просто берем, проложили ниточку, выдвинули в среднее рабочее положение, как у меня, вот видите, и ручками вот так вот провязываем один рядочек. Времени это займет немного. По одной петле. По одной петле, по одной игле, да, и провязывайте, провязывайте. Времени занимается. Слушай, а я не знала, а я думала, что надо вперед, вот назад, а ты просто, ну, не до конца доводишь. Ну, не до конца, чтобы петли были. Только, чтобы она втянулась. Да, чтобы втянулась, просто старайтесь все петли делать одного размера. Вот провязываем. Потому что, если у вас сильвер, то так как Наташа, не надо с машинкой обращаться. Это не педагогично. Да, вот это только для невы, для северянки, они лошадки, они такое состояние обращения выдерживают. Импортные машинки, они нежные. Как написала одна ученица, шесть иголок сломала, да, на каком-то там изделии. Не надо ломать иголки. Если машинка не берет какой-то узор, не надо. Значит, не надо, да. Ну, сделать что-то другое. Ведь многообразие, оно настолько велико, что можно придумать что-то более простое и машинку так не напрягать. Вот Анастасия Бугай пишет. Ну, вариант – это полосы с косами, сложными спицами, а остальное изделие на машинке и соединить. Ну, это можно было бы сделать, если бы косы, например, были не сплошным полотном. То есть, как бы соединить, сшивать. Можно, конечно, но эти косы спицами будут очень явно отличаться по плотности. Вот это самое противное. То есть, если бы вы могли подобрать такую плотность, как связано спицами, то не было проблем. Но вот непрофессионализм, он очень часто виден, когда изделие связано на машинке, а отделка идет крючком и выполнена крючком очень коряво. Настолько неаккуратно, непрофессионально смотрится. На днях заходила в свою любимую галантерейку за очередную порцию акрила и встретила там женщину, она подошла ко мне, увидев, что я копаюсь в этой шерсти. И так нет покупателя. Так серьезно такая бабушка? Серьезно так спрашивает? И вы что, будете вот это вязать? Носить? Нет, вязать. Я говорю, буду. И что? Это можно носить, причем на полном серьезе. В общем-то, да. Люди живут. Обманула. Почему обманула? Она спрашивает вообще про самолез. Говорит, я не знаю. Я вот связала жилетку, это такой кошмар, это такой ужас. Как такое можно носить? Ну как связано, наверное, зависть. То есть люди по-разному воспринимают самопалу. Мы сколько будем? Подожди, не размахивайся. Сколько мы будем этих полосок-то? Мы же полосаку собрались. Ты смотри. Вы меня все время отвлекаете своими разговорами не по теме. Это я? Да. Так, раз, два, три, четыре. На вы ко мне еще родственники не обращались. Ой, я на самом деле очень вежливая. Я такая вежливая, на вы со всеми обращаюсь. Я даже к коту на вы могу. А как его поучество зовут? Вот. Не поучество? Его нету. Когда кто-то услышал, как я извиняюсь перед котом, на который он наступил, ты извиняешься перед котом, да я перед всем извиняюсь. Они все живые. Нет, они не тоже живые, они обидчивые. Они обидчивые, они прекрасно понимают, что я перед ним извинилась, и он меня простил. Поэтому он... Я когда приезжаю на Дальше, моя кошка, она не хочет ко мне подходить и здороваться, потому что она говорит, ты предательница, ты меня бросила. Да. Когда мы уехали на две недели на море и вернулись, она целый вечер не спускалась, ночь просидела на дереве и выла. И потом только, да, и потом только спустилась. И мы ее звали и звали. Предательница. Так. Ну, провязываем, провязываем. Широкую не буду делать, у нас уже действительно нет на это времени, я просто сейчас довяжу, вот, свяжется. Ну, 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 потому что... Ну, потому что... Ну, потому что... Мне еще ехать. На дочь уехать? Да. Поэтому у меня времени не так много, как хотелось бы. Так, ну, вот еще парочку ледочков. В общем, она у нас такая, полосатая получается. Что вышло, то вышло. Ну, давай все-таки, ну, две минуты тебе, наверное, витычку не остановит. Ну, давайте, чтобы тебе нормально смотрелось. Так она и так будет нормально смотреться. А что изменится-то? Половина. Ну, размеры будут вот, вот такого же. Ну, хорошо, давай так. Давай еще парочку. И надеваем вот те первые протяжки, которые у нас получились. Вот здесь все лохмотки. Вот здесь все эти лохмоти, которые у нас были собраны. И за ними, вот тут вот, видите, вот эти рыженькие штришочки, это и есть первые вот эти петли, которые мы провязали на самой рыхлой плотности. Вот их мы и надеваем на иголки. Не за зеленые. Не, не, не за зеленые. На самом деле зеленая торчит хорошо, а вот эти вот приходят выковыривать. Да, выковыривать вот за них мы и надеваем. Это те самые петли, которые у нас были первые провязаны. И которые... Рано для этого и провязывались. И именно надевая за них, мы спрячем все лохмоти внутрь. Ничего не будет заметно. Это вот такой вот немного упрощенный вариант подгиба. Так, а тебе еще фотографировать. Все забыли о своих обязанностях. Что-то мы расслабились летом, летом. У нас сегодня потеплело. Мы в такой неге находимся. Первый день, да, эйфории. Потому что у нас не 8 градусов на улице, а 15. Уже тепло, уже жара. Мы все обрадовались. Так, вот сейчас надеваем, надеваем до конца. И закрываем. И после этого нам надо будет всего лишь соединить боковой шов вот по тому же принципу, по которому мы это уже делали. Несколько раз. Самый лучший способ, конечно, ручная провязка. Первый ряд вот такой сложный. Потому что он действительно для... Ну, учитывая еще, что это не моя машинка, все-таки она мне не очень хорошо знакома, моя машина гораздо проще это все переносит. Подобное обращение. Она уже привыкла относится ко всему философски. Или это я к ней привыкла. Мы с ней вместе друг к другу привыкли. Да, и я знаю ее особенности. И вот поэтому так резво я взялась за чужую. А чужая, она более капризная. Она к такому не очень хорошо перенесла. Но главное, что все равно ничего не порвала, ни одной иглы не сломала. Все рабочее. Чем мне нравится эта машинка? Именно вот такой вот неприхотливостью. Нева. Именно Нева, да. Это один из ее плюсов. Это не реклама, это просто вот я ее хвалю. На самом деле у тебя много машин. И поэтому есть с чем сравнить. Тем, у кого нет машин, они думают, что хвалишь потому, что она одна. На самом деле она реальная. Машины все разные, у каждой свои плюсы. Тут о чем говорить. Я их всех хвалю на самом деле. Потому что не только... Не машина вяжет. Надо все-таки понимать, что не машинка вяжет, а мастеринка вяжет. А я, да. Вот я себя так и хвалю, и хвалю. Какая молодец. Как она хорошо провязала петли. И знаю, у меня все равно такое ощущение, что любая вещь, не только кошки все понимают, но и вещь. Может, это настрой. Вот если я с хорошим настроем подхожу, и машина хорошо себя ведет. Если я в бешенстве в каком-то пребываю пожизненном, то и вязать ничего не будет. Наверное, вот так вот и считается, что если поговоришь с чем-то, то оно будет вести себя хорошо. Я думаю, что просто сам себя успокаиваешь и по-другому настраиваешься. Если ты настраиваешься, что это враг, то ты к нему как к врагу и относишься. Настороженно. И само собой все взлетает. Если ты понимаешь, что это твой друг, то как к другу и разговариваешь с ним. И если он стопорец, то ты относишься к этому философски. Ну, что ты? А начинаешь выкидывать в окошко. Да, я понимаю, что что угодно может довести до желания выкинуть в окошко. Ну, в этом плане, дети, да, в этом плане, мне очень показательно ведет себя мой муж, когда он занимается с ребенком, когда у того стопор. Ну, у всех бывают такие вот. Тут тупизм, у детей он бывает чаще, особенно после компьютерных игр, футбола и прочего. И вот у нас математика. Меня нервы сдают гораздо быстрее, поэтому я не занимаюсь уроками. Математикой не занимается. Зачем? У меня ребенок учится сам. Единственное, что папа с ним, с математикой надо заниматься, потому что там идет хорошо у них все это идет. И, в общем, папа помогает. Вот смотрю, папа весь зеленый выходит, или красный наоборот. Спокойно, 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 спокойно отдышался. Ну, как он? Ничего. Могу дальше. Для того, чтобы не повышать голос на ребенка, не пугать его, не нервировать и себя, потому что как только начинаешь срываться на крик, это все, это конец. И для тебя, и для математики, и для всего остального. Сейчас математики можно на сегодня закончить. Да, можно закончить не только на сегодня, потому что... Нет, я вот после того, как поняла, что я криком не убеждаю, я пригласила репетитора, потому что там другая философия. Там не стоит задача ребенка нагнетать, там стоит задача ему не рассказать ребенку какой-то идиот, а рассказать математику. Ну, просто стоит задача, и все. И поэтому там все оказалось проще. Я очень благодарна, мы на тройку сдали. Нет, вот папа оказались способны. Ну, папа вообще у нас технари, с технарей, поэтому математика у него любимый предмет, физика, вся вот эта вот страсть для меня. И нервы оказались крепкие. Вот чего не ожидала. Я думаю, он передает свой опыт. Вот ты передаешь опыт вязания, а он передает опыт математический. Потому что у тебя у ребенка тоже способности к математике. Есть, да. Вот, ему нравится. И людям нравится делить опытом. Вот я все время думаю, ну, почему вот столько желающих научить весь мир вязать? Потому что люди делятся опытом. У кого-то опыт 30 лет, и действительно хочется это рассказать. Потому что столько всяких вот нюансиков, секретиков, которые, ну, тебе уже по жизни могут не пригодиться. Если ты на заказ не вяжешь, если ты каждый день, если ты этим не живешь, то они тебе могут уже никогда не пригодиться. Кстати, этот опыт, он не востребованный. Он тоже чахнет. Он действительно может и забываться как-то. Ну, практика, без практики, да. Как это, железо ржавеет, сердце стареет, и опыт уходит, и все, его не передашь. А я вот, честно говоря, не понимаю, как вот это конспектировать? Как девочки сидят и конспектируют? Ты вот понимаешь? Я думаю, что они попросят у тебя урок, и на этом все... Нет, то, что я всем высылаю, это как бы само собой. Может быть, последовательность. Может быть, они имеют свое видение и просто смотрят последовательные сборки. Больше тут ничего и не надо для тех, кто понимает. На самом деле тут за все это время мы не сделали ничего такого, что было бы супер какое непонятно. Так, теперь я просто закрываю косичкой вот то, что собралось. Ничего не надо, ничего сложного нет. Вот это все закрывается косичкой, и вместо лохматых краев, которые у нас остались внутри, у нас будет очень ровная, аккуратная коса. Все. Закрытие края косичкой – это один из способов, да? А какие еще есть способы закрывания? Пересадкой. Пересадка более стягивает? Ну, уж в прошлый раз говорили, нет? Нет, нет, оно все зависит от рук, как руками. То есть, ну, сам это иголкой и пересадкой, и косичкой. Все остальное как-то не… Есть без нити, но это вообще не жизненный способ. А у тебя в мастер-группе сколько способов показано? Все? Все, конечно. Ну, в общем, опять же, каждый выбирает то, что нравится. Каждый выбирает то, что надо. Когда начинают говорить, что зачем вы мне вот это показываете, это не жизненно. Для кому-то же и для кого-то нет. Это все… В разных ситуациях разные способы. Если вы не знаете этого способа, то вы в какой-то момент… Вот у вас есть идея, но вы не знаете, как ее выполнить, вы все время будете одним и тем же. Это то же самое, что все изделия вязать полосатыми, например. Или все изделия вязать рукавом и башечного покроя. Или регланом. То есть, не зная технологий, вы все время будете вязать однотипные изделия. Поэтому мы стараемся и в мастер-группе… Почему 10 месяцев обучения? На самом деле, можно обучать и дольше. И мы вынесли вот это все на факультатив, на посиделки, потому что, ну, все не расскажешь. И, опять же, не все хотят 20 лет учиться. То есть, каждый нарабатывает свой опыт. И нарабатывает обычно на тех изделиях, которые ты вяжешь для себя. Но у нас у всех вкусы разные. Поэтому мы показываем какие-то основы, а вы дальше уже практикуетесь на том, как бы, что вы носите. Либо на заказ. Заказчиков очень хорошо тренироваться. Потому что, если ты им предлагаешь и то-то, и то-то, и то-то, и чтобы вот и сюда, и карман сюда с загибоном, и там еще как-то. Вот мы сейчас с Натальей обсуждаем жилетку для девочки. То есть, мы сейчас с вами связали жилетку для мальчика. Она специально такого прямого, такого фасона, такого... Как это... Вам не видно, как я руками? Это как колонны. Вот чтобы она была такая прямая, как-то сказать... Монументальная. Монументальная. Строгая. Строгая, да. А для девочки мы все-таки хотим сделать жилетку более легкомысленно. Но она тоже будет из квадратов. Но у нее будет уже другая идеология, и задача девочковой жилетки – это все-таки, чтобы она была нежненькая, но не торопись. Я у меня сейчас все последнее. И поэтому задача креативных вот этих посиделок – это показать, что простым приемом можно достигать очень разных способов. Но не будете же вы всю жизнь вязать квадраты. Например, платье из квадрата можно связать, платье из прямоугольника. Но нужно понимать, что на талии у вас будет мешок, на груди у вас будет мешок, если у вас разница с грудью. Или на попе мешок. В зависимости от того, какой элемент тела у вас не соответствует другому. Потому как это 90-60-90. А вдруг если у вас не грудь и бедра не одинаковые. И чего тогда? То есть где-то будет повисать. И если вы вяжете ровно для того, чтобы у вас было по фигуре, ну как бы из квадрата по фигуре не сделать. Ну не сделать этого. Только для куклы. Да. Поэтому мастер-группа – это все-таки более такое серьезное обучение, когда вы всевозможные вариации рассматриваете на множестве изделий. И когда нам говорят, что я, например, реглан не ношу. Ну вы можете реглан не носить сколько угодно, но те приемы, которые мы используем на реглане, их же можно использовать и в других вариантах, когда вы делаете какие-то подрезы не по рукаву, а внутри изделия. У реглан есть полуреглан. Есть реглан. На основе реглана делается и полуреглан, и, господи, погончик. И еще вариации есть. Это все моделирование. И потом, если вы не любите, это не значит, что не любит реглан ваш муж, ваши дети, ваши заказчики. И опять же, в жизни все очень интересно, и большой вопрос, когда, в каком варианте вам эти ваши навыки пригодятся. Я никогда не знала, что я буду заниматься обучением, а вот смотрите, как сложилось. Поэтому... Так, ну давай на девочку накладывай, да? Так, накладывай. На девочку, а ты надевай. Надевай на девочку, а я в машинку. Ну, тут еще один шов. Все, шов не будет. Ну, девочки, еще один шов надо добавить. Мы уже пять раз этот шов сделали, а шестой раз сами сделали. Вот этот шов просто складываете вот сюда, вот и точно так же соединяете. Иначе Наталья у нас пешком пойдет на дачу. Да, вот так получилось, что я должна... И больше не будет сидеть по вечерам тогда. Поэтому давайте учительку не будем. Так, ну вот то, что у нас получается. Вот это вот мы присоединяем туда. Вот то, что у нас... Кстати, вот то, что не доделан на планку, она пойдет под... Вот эту планочку, а здесь мы просто сошьем. Вот, и получается, что... Ну, можно было бы здесь, конечно, может быть, и поуже сделать. Да, но что-то мы с Светланы не старались. Что-то мы только намерили, да, неправильно намерили. Да, на самом деле, конечно, тут поуже. В общем, все. Эффект вот такой. Надеюсь, что вот то, что мы вам показали... Давай я сейчас сфотографирую, а ты пока расскажи про то, что мы приготовили. Возьми руки перед камерой. Ну вот это жилетка, которую мы будем вязать... В четверг. В четверг. Урок будет в четверг. Совсем, конечно, не похоже на то, что мы связали с вами из квадратика. Это вязание сложное. И хочу вам сказать, что вот на эту жилетку у меня ушло записи почти три часа. Это самый большой урок за всю историю. Может быть, конечно, я говорила много и подробно, но на самом деле здесь столько всяких мелочей, здесь столько всякого интересного, что... Три часа это, да, тот минимум, который ушел на обучение вот этому вязанию. Тут мне очень нравится коса. Начинается все с косы. Коса, как уже сказали, размер косы определяется размером ребенка. Вот на такие плечи просто было больше не сделать. Я бы сделала и больше, но, видите, тут уже не разместить было. Коса, которая уходит на спинку, идет полукругом, четко ложится, нигде не оттопыривается. Даже здесь видно, что она лежит, вот, лежит и не стоит колом. И возвращается обратно в разделение. Соединение, ну, вот эти соединения, может быть, для кого-то и не новость, но все равно, когда изнутри нету грубых швов, это тоже очень интересно. Вратник. Вратник вообще мне очень нравится. Он может быть двусторонний, безшовный, никаких швов нигде нет. Можно на лицо, можно наизнанку. Если вы будете... Здесь, конечно, косы, они поизнанке смотрятся не очень хорошо, но если здесь употреблять не косу, а другой какой-то элемент, то такую жилетку вполне можно носить в выворотном состоянии. Рукавчики. Тоже, чего никто не делает, потому что в основном вяжут прямые майки. Практически майку мы сейчас связали, майки вяжут в основном. У нас жилетка с рукавчиком. С цветной отделкой, со шнурами. Ну, шнуры здесь, видите, это только для большей рельефности. И вся эта жилетка вяжется частями. То есть мы не делаем предварительный расчет на все. Мы делаем первую деталь и уже от нее пляшем. То есть мы добавляем каждую следующую деталь в зависимости от того, что у нас получилось. Примерно так, как мы делали со Светланой на этой кукле, но вот мы что-то вдвоем с ней намерили не очень хорошо. Здесь мы будем сначала создавать контур и на него накладывать. То есть не на ребенка будем мерить, а на выкройку. Это тоже очень интересный момент, потому что вы видели, на ребенка можно перекосить туда, можно перекосить сюда. Когда мы накладываем плоское на плоскую выкройку, ошибиться гораздо сложнее. То есть сначала мы сделаем выкройку, контур, и на него уже будем накрашивать, навязывать вот эти все детальки, которые вывязываются, каждая по отдельности и соединяются вот в такую вот очень интересную конструкцию. Жилетка названа патриотическая исключительно за цветовые сочетания. Как вы понимаете, сочетания могут быть любые. Можно даже, ну, однотонно, наверное, не будет так смотреться, но как нам сказали, что такую жилетку можно связать и на взрослого человека по такому принципу. Особенно горловина. Ворот вообще тут вот смотрится просто отлично. Ну, все, забирай ребенка, уходи, я уже дальше сама, потому что я не хочу, чтобы ты опоздала. Вот это вот я забираю, перед глазами у вас ничего не остается, потому что я даже не помню расписание. Ксения, подойди, на это расписание все прямо сейчас выдастся. Все, девчонки, до свидания, я убегаю, иначе у меня будет просто катастрофа, вот это естественно, но у меня нет. Так, сейчас. Сейчас, девочки, секунду, я перейду. Так, это я выложу. Так, вопросов пока нет, поэтому сейчас я расскажу, чего там еще Наталья, может быть, недорассказала. Наталья, мне это рассказала. Так, что у нас сегодня? Давай пока. Пока. Так, ну, значит, описание вот этой модели, которую мы будем демонстрировать в четверг, описание я уже выложила у нас в группе, точнее, выложила уже у нас на сайте, поэтому вы можете это описание подойти и посмотреть более подробно, потому что все, что мы хотели, мы записали подробно, и описание очень четкое, вот как бы не добавить, не убавить, но родилась эта идея именно с момента вот такой вот косы, поэтому все остальное к этой косе прикреплялось. Очень интересный, не слышала, я тут фотографировала, чтобы выложить то, что мы сегодня навязали. Очень интересный рукав, который был связан с частичным вязанием и плавно закрывает вот оголовье руки, потому что мне очень хотелось, чтобы вот эта жилетка, она была похожа на латы у рыцаря. То есть у каждого человека есть свои... Я как дала, как ты не возвращаешься. Может, ты у меня заночуешь тогда? Да что у меня нахуй вообще? Может, я на башутку, конечно, успею? Вот. У меня было желание, чтобы вот это оголовье было все-таки похоже на латы доспех. Вот. И поэтому мы решили, что мы не будем делать пришивное, а мы сделаем это с помощью частичного вязания. И поэтому, может быть, на картинке не очень хорошо, но вот так вот плечики, они так нависают и аккуратно-аккуратно обходят. То есть вот здесь очень-очень много всевозможных нюансиков, и мы решили, что не будем ждать неделю, как это мы делали раньше, потому что на следующей неделе мы уже начинаем вязать жилетку для девочки и готовить большой мастер-класс по вязанию, по платному мастер-классу для девочки. Поэтому живой мастер-класс мы проводим в этот четверг. До четверга стоимость этого урока у нас тысячи рублей. После этого он будет продаваться за две тысячи, потому что я считаю, что на самом деле урок должен стоить значительно дороже, но те, кто у нас в мастер-группе, те, кто с нами уже давно, они знают, что для того, чтобы цена не была большая, мы проводим вот такой как бы обширный мастер-класс, набираем много зрителей, и в этом случае мы можем себе позволить цену сделать низкую. Но как только мастер-класс проходит, вечером вы уже сможете купить его только за стоимость две тысячи рублей. Дальше я посмотрю, как получится, потому что такие эксклюзивные дизайнерские вещи, разработка и описания, они стоят очень дорого. Если пойти на зарубежные сайты, то там измеряются размерами 50, 70, 100 долларов за вот такие описания для спиц. Отличия описания для спиц, для машинки очень большие, и поэтому мы очень много времени потратили на разработку, на то, чтобы даже эту модель просто придумать, но и еще подробно ее объяснить. Поэтому я придерживаюсь принципа, что любой труд должен быть оплачен настолько, чтобы человеку хотелось сделать еще одну вещь не хуже, чем эта. Поэтому стоимость жилетки до четверга, до 16.06 составляет тысячи рублей. Как только мастер-класс пройдет, что такое мастер-класс? Это вместе с Натальей, вот точно так же, как мы сейчас с вами вяжем жилетку, вы будете вместе с нами провязывать элементы. Как связать косу, как связать оголовье, как связать воротничок. Воротничок очень необычный, он, я, к сожалению, не слышала, что Наталья говорила, он связан в таком формате, что его можно вывернуть на обратную сторону, на изнаночную сторону, и он тоже будет очень красиво смотреться. Точно так же имитация резинки, которая идет по низу, сине-белая. Очень красиво смотрится, опять же, при выворотке, если вы будете соблюдать технологии, то жилетка превращается тоже в двухстороннюю. Правда, коса смотрится не очень красиво, но достаточно рельефно, если убрать все узелки, тоже очень необычно получается. Вот. И поэтому до прохождения мастер-класса стоимость тысячи рублей, после этого она уже, я не уверена, что я буду делать на нее скидки, потому что, ну вот еще скажу, еще раз скажу, что дизайнерские вещи не должны стоить дешево. Это не предмет первой необходимости, это предмет роскоши. И если вы хотите иметь, ну как бы вот те технологии, которые вот в такой компоновке создают изделие, которое может быть подарено по любому поводу человеку, который это точно оценит, потому что даже вот эту жилетку из прямоугольников, если вы подарите человеку, у которого ее нет, либо который не знаком с машинным вязанием, произведет достаточно симпатичное, приятное впечатление. Если вы подарите фанатскую жилетку человеку, который, знаете, цвета его любимые, это будет, ну как бы, вы очень надолго оставите в его памяти след о себе. И, кроме того, я преследую все-таки мысль о том, что, возможно, когда-нибудь мы с Натальей сделаем свое дефиле, свою коллекцию вязаной одежды, и нам для этого нужно, чтобы те, кто хотел бы получать заказы на подобные вещи, эти вещи все-таки были провязаны. Пока вы ее не провяжете, вы не сможете получить заказ на такую вещь. Поэтому тем, кто собирается работать на заказ, такие дизайнерские вещи обязательно нужно иметь в своем арсенале. Поэтому три человека у нас уже досрочно оплатила, еще до презентации. Всех остальных мы ждем. Чтобы попасть на наш мастер-класс, оклачивайте тысячу рублей, все координаты у нас на сайте, пишите мне, я оформляю подписку, вы получаете подтверждение о том, что вы включены в мастер-класс по этой жилетке. Если остаются какие-то вопросы, координаты наши на сайте, пишите, потому что, я говорю, у нас большие планы, и мы готовим жилетку для девочки из квадратиков, и жилетку для девочки с очень, тоже с наворотами, которые вот так вот просто тоже непонятно, как связать. Наталья вам все это будет подробно рассказывать. Мастер-класс действительно получился очень объемным таким. Три часа – это не просто, как некоторые показывают, когда вяжут спицами, и 48 часов показывают провязывание этих вот петель от первой петли до последней. Конечно, там показываются основные модели, как если бы мы сейчас показывали, то показали бы только ввязывание, например, боковинки, либо квадратика посередине, все остальное делали бы по аналогии. Вот там по этому же принципу, тем не менее, получилось очень большое, потому что очень-очень много деталей и разные способы их соединения, чтобы швов не было видно, чтобы они там легли так, легли сяк. То есть очень-очень интересная дизайнерская разработка. Поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь. Я на связи, я вас, как это говорится, поддержу и помогу вам получить то, что вам будет нужно. И кроме того, мы просим, если вы вяжете наши изделия, то, пожалуйста, пишите, что они связаны по урокам Натальи Некрасовой, либо по моделям Натальи Некрасовой, потому что все-таки, когда мы выкладываем какие-то изделия в интернет, мы даем ссылку на автора. Например, что это Кристиан Диор, либо еще кто-то. Почему? Это, ну, как бы, страна должна знать героев. Потому что вы, если вы, вот я нашла недавно очень красивое платье от Кристиана Диора, вязаное, оно скоро у нас в группе ВКонтакте появится, и красоты необыкновенной. Я долго искала, кто же автор такой, то есть, найдя просто фотографию, не могла найти автора. В общем, перерыла весь интернет, использовала все свои навыки поиска информации, нашла, и оказалось, что это от Диора. Вот, если кто-то захочет такую жилетку найти, он просто не будет знать, кто это, где это. Поэтому, если вы вяжете наше изделие, пожалуйста, указывайте авторство. Нам будет очень приятно, потому что это моя неразделенная, то есть, нереализованная мечта, быть дизайнером. И мне будет очень приятно, если кто-то будет знать наш проект как дизайнерский дуэт. И хочу напомнить о том, что мы вяжем очень часто для того, чтобы сэкономить. И знаем, что сэкономлено – это то же самое, что заработано. Но с нашими изделиями вы все-таки можете не только экономить, когда вы вяжете на себя, но и вязать на заказ. Потому что даже вот с такими простыми изделиями вы будете очень конкурентоспособны. С такими простыми изделиями я имею в виду вот то, что мы вяжем квадраты. Ну, а с дизайнерскими – это уже как бы эксклюзив, на который вы можете ставить ту цену, которая вам ваш совесть позволяет, ваш потолок, который вы можете назначить. И все зависит только от вас. От того, где ваши клиенты, на какой уровень сложности вы будете вязать. Потому что богатые люди не хотят быть одинаковыми. Они хотят иметь эксклюзивные вещи, которых вообще никто не знает, где найти и как купить. Поэтому если вы сможете в этом плане их удовлетворить, то они надолго останутся с вами и будут вашими постоянными покупателями. Ну, и опять же хотела сказать, что если ваши дела идут плохо, не ходите за ними, ходите за нами. С вами была Светлана Амельян и Наталья Некрасова, которая умчалась на поезд, потому что в сиелке все проходят у меня дома. Ждем ваши жилетки на конкурс и готовимся к жилеткам для девочки.